Третья игра подряд. Третья Best of 3 для Wings Gaming. И как показывают у нас игры, они разгоняются. Мы все прекрасно знаем, что этот коллектив может позволять себе многое на групповой стадии. Вплоть до того, что они будут пикать паджиков, минеров, но как правило уже ближе к выходу. Дим, они даже в плей-оффе позволяли. Эти парни позволяют себе вообще все, что хотят. И действительно, на сегодня они получили такую серьезную оплевуху. Они проиграли сегодня в WG Unity 2-1, ну и после этого, наверное, задумались. Но вот что самое интересное, что, я не знаю, смотрели ли вы матч в WG Unity против Wings Gaming, потому что параллельно в Virtus.pro играли, наверное, большинство. Внимание все же было на матч в Virtus.pro. Так вот, ребята из Wings выиграли свою первую игру, а потом дважды взяли Draw Ranger первыми пиками и дважды проиграли. Мы видим Draw Ranger опять. Да, мы видим Draw Ranger опять. Но как показывает практика, зачастую, когда ты пикаешь Draw Ranger, просто многие команды допускают критическую ошибку. Многие команды, как MP, умудряются не взять инициатора, умудряются не найти какого-то хорошего танка, который способен останавливать противника, как это сделали те же Virtus.pro. И я уверен, что вот сейчас Wings Gaming не повторяет свои ошибки и, скорее всего, возьмут кого-то, кто будет принимать на лицо. Да, наверное, так и надо делать. Но опять-таки я вижу, что повторяют Warriors в Ego Unity, повторяют свой путь с третьей победной карты. Они забирают Фантомку, с которой они дважды выиграли сегодня Wings, и добирают ей Elder Titana. Тогда они еще добрали Мирану в мид, у них была Legion Commander и Enchantress. Эту игру они выиграли. Мы видим здесь не особо печалится Wings. Они банят Air Spirit, против которого они сегодня играли. Ну, они прекрасно понимают, что с Air Spirit играет команда WG Unity, поэтому они его банят. Для WG Unity это действительно один из самых популярных героев. Да, уж так повелось у многих пабликов, что если есть какой-то крутой исполнитель на этом герое, допустим, Jerrox, или еще есть у нас в Европе некоторые сильные игроки, то этого героя лучше всего не отдавать, потому что он способен творить чудеса на многих турнирах. И он, в принципе, уже подобное делал. Да, Air Spirit гадкий-гадкий такой персонаж. И действительно, я уверен, что мы его будем видеть часто. Например, завтра у нас много команд и много суппортов четвертой позиции, которые просто обожают этого героя. Это однозначно. Шторм Spirit отлетает в бан. Ну и посмотрим Wings Gaming. Какого они возьмут мидера? Сегодня в пяти играх команда Wings использовала пять разных героев миде. Инвокер, Медуза, Виндрэнджер, Тимберсоу и Джаггернау. Поэтому может быть все что угодно. Да, я думаю, что с мидером они немножечко подождут. И, скорее всего, возьмут на ласт пик, потому что он у них имеется довольно-таки хорошо пик таким образом завершать. И сейчас было бы здорово найти какую-то закрывашку для Фантомки. Любого героя, который способен либо засейвить от ее врыва, либо так, чтобы он мог напасть первым. Ну, решили, что это будет пак. До Блокинг-бара замечательный персонаж. До Блокинг-бара ты можешь дать Дримкоил, и она никуда не денется. В любом случае, получит свой стан. И при этом, если ты врываешься первым, ты можешь просто дать Савенс и разорвать ее. Либо как ты смотришь на пака в оффлейн? Тоже мне очень нравится. Я напомню то, что Винкс Гейминг так уже играли. Винкс Гейминг так уже выигрывали. И вообще, это одна из самых опасных стратегий, когда у них пак в харде с плюс один героем. Допустим, Висп. Дрорейнджер с плюс один находится на легкой, и в миде стоит какая-нибудь там Мирана. Ну, на тот момент была Мирана. Ну, вот мне теперь интересно, чем будут добирать сейчас в EG Unity, потому что Фантомке сложно против пака. Контроль нужен какой-нибудь. Станчики нужны. То есть я, когда вижу пака, у меня первое, что приходит на голову, это... Точнее, в голову. Не на голову, а в голову. Чувствую страшно. Да, у меня первое, что приходит Савенсер, которого, кстати, Винкс Гейминг сами забанили. Но если это не Савенсер, то может быть какой-нибудь Леон, способный дать Хекс. Может быть там какой-нибудь Шадоу Шаман. Потому что, в принципе, что один, что второй, этого пака очень сильно напрягают. Да, довольно интересное сейчас будет решение. Ну, если честно, мне кажется, что, скорее всего, остановят свой выбор на двух последних героях. Это будет что-то из разряда у EG Unity Shadow Demon и... Блин, и какой-то Джаггернаут, например. Вот что-то вот такое будет в EG Unity. Мне Джаггернаут очень нравится. Я очень люблю этого героя. Джаггернаут просто плевал на пака. Да, он вообще плевал пока на всех трех героях. Он просто нажимает Blade Fury. Дроуранжер не может его замедлять стрелами. Пак ему вообще ничего не делает. И из того же Dreamcoil'а он выбегает вертушкой. Он очень-очень хорош. А Саленс снимает Монтой. Я с тобой полностью согласен. Джаггернаут это вообще, наверное, лучший герой для EG Unity. Ну, и они умеют им играть. Они им очень много играют. И почему бы его не взять? Вот товарищ Ахджит на нем играет. Дизраптор. Нано в миде играет на Фантомке. Дизраптор для Wings. Да. Ну, очередная история. Дизраптор. Куча милишников. Ну, просто смотри, вот как вот было у нас в Virtus.pro. Куча милишников. Ты ставишь кольцо, ты не позволяешь кому-то подойти. Ты можешь синицировать первым, допустим, сингл-таргет вернуть и поставить статик шторм. И всем героям, в данном случае у EG Unity, им нужно будет как-то этот статик шторм обходить. Как-то вот, допустим, избежать кольца. Я бы сказал, что это вообще лучший герой. Ну, один из лучших героев, который может зайти для Wings. Ну, есть еще такой чудесный герой, как Шейкер, например. Да. Но я его не видел уже давно. На профессиональной сцене я... А жаль. А жаль. Мне нравится этот герой. Очень крутой герой. Подняли бы ему что-нибудь? Сделали бы из него кого-нибудь огра, который тоже бегает? Хоть чуть-чуть бы. Да, было бы веселее. Шейкер, кстати, был сегодня в пике у Wings. И они проиграли. Днем. Нет, ту игру они выиграли. Там, где у них был Шейкер... Ну, Шейкер хорош. Но у них там еще пугно было. Ну, Шейкер как бы против миличников работает. Работает. Шейкер против... Точнее, с дроу рейнджер работает. Работает. Бразду свою дал. Никто подойти не может. И она расстреливает. Сынкингу сбивает с лонг рейнджа, ультимейта и так далее. Ну, пока это Мирана для Wings. Абсолютное повторение пятого винта. Точнее, шестого. Абсолютное повторение. То же самое. Там тоже была Мирана и стояла она в миде. Ну, абсолютно логичный пик. Мы понимаем, что вот у нас три кора уже вырисовались. У нас четыре миличника. Четыре рейнджевика, простите, конечно же. И надо как-то сокращать расстояние до дроу рейнджер быстрее и получше. Но мне по-прежнему нравится Шэдоу Демон на роль фулл саппорта. И вот герой, которого надо добирать в мид. Ну, вот Джигианауто против Мираны будет не очень весело. Это Рубик. Это Рубик для WG Unity. Опять-таки, интересный выбор. Ну, довольно-таки удобно Рубику воровать. У Мираны с пылы все с пылы абсолютно полезны. Это и священная стрела, и старшторм, и прыжок, и невидимость. В общем-то, все это заходит хорошо. При этом очень полезные с пылы у того же пака, например, Саленса 3 секунды. Или, может быть, Димкойл. Но вот против Виспайдера у рейнджера как-то Рубик, по-моему, не особо здесь смотрится. Потому что у этих героев, ну, такие относительные с пылы. Он не очень любит их воровать. И пока... Страшно сейчас. Вот страшно. Очень хороший пик Уинкс. И в WG Unity я прям даже не знаю, чем это все закрывать. Инвокером каким-то? Я за Джаггернаута. По-прежнему. Джаггернаут лучший герой против Мираны. Он нажимает на вертушку. Ему стрела по барабану. Ему старшторм по барабану. Он продолжает добираться до Дорейнджер. И я бы сказал то, что Джаггернаут просто лучшее, что может быть для... Но вот Шедоу Демона забанили сами ребята из WG Unity. Они думают, что Уинкс его могут взять. Джаггернаут. Слушай, обрати внимание. А нет, все-таки я хотел сказать, Угурмак не в бане, но потом понял, что, конечно же, он давно в бане первым. Первым же самым баном. Да, я тоже, наверное, за Джаггернаута. И мне кажется, что они сейчас думают про Джаггернаута. Либо про какого-то оранжевого мидера типа Инвокера. Ну, либо какой-то, возможно, даже не мидер, а, возможно, герой на легкую. Потому что та же Халатома Асасинка очень хорошо стоит против многих стрелков. И в особенности против Мираны. Фантомка и может вполне спокойно пойти в мид-лейн. Абсолютно без проблем. Но... Сларк против всего этого. Тогда придется Фантомка ставить в мид. Они играют с Фантомкой в легкой. Не, я понимаю, но просто Сларк тоже очень хороший. Он мало того, что добирается до Дрорейнджера, убивает ее. И как мы можем наблюдать, контроль здесь очень мало. Так он еще прыгает за Мираной, и Мираной липом не может уйти. Короче. Джаггер Сларк. СФ Джаггер Сларка. Ну, тоже пойдет. Да. Скажем, что не суперкрутой герой, но, по-моему, сейчас залетает Дизраптор для Винкс. И это победа, Виталий. Это лучшее, что может, в принципе, зайти. Дизраптор сбивает рефракшн своей ультой. Дизраптор возвращает вообще любого этого героя. И сейва нет. Дизраптор защищает свою команду от всего. Или, может быть, Айс 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 скажет, я хочу играть на паджике, как он уже не один раз делал. Или на миньоре. Айс 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 скажет, я хочу играть на паджике и пойду сейчас гангать темпларочку в миде. Кто его знает? Ну, вполне, кстати, возможно, почему бы и нет. Даззл. Будем бы считать, что тоже более-менее. Довольно очевидный пик. Ой, довольно самый простой пик, скажем так. Самый простой. Они не стали выдумывать. Им нужен герой, который может еще с ручки навалять. Им нужен герой, который подсейвит от темпларки. Да, и самое главное, чтобы как-то можно было бороться с Элдор Титаном. Даззл, он как раз плюс армор тебе и дает, чтобы хоть как-то можно было в тысячах соревноваться. И ты знаешь, и минус армор-то есть. Минус армор-то есть очень хороший. Да. И можно будет как-то вот с этим тоже, придется с этим как-то бороться. Ну, у нас опять-таки, мне кажется, они просто, знаешь, вот паджика не хотят на ней брать. Они решили просто-напросто доказать всем миру, что они умеют играть с Дроу Рейнджера, потому что они сегодня два раза залились с Дроу Рейнджера, и вот сейчас говорят, все. Вот сейчас вот точно победа, вот сейчас вот вы нас точно никак не победите. Ну, посмотрим, посмотрим. Уинкс уже, Уинкс сегодня устроили себе такой тренировочный день. Сыграли уже пять карт они. Ну, посмотрим, сколько сыграют еще эти ребята. Ну что, поехали смотреть игру. Уинкс против ВГ Юнити. И мы видим, пошло сразу растопает малайзийцев на топ-линии. И снова пошел тыкать, наверное, вот куда-то вот сюда в арт. Либо вот сюда, посмотрим, куда он его поставит. А, ну или вот сюда тоже вариант. Ты посмотри, что-то вариант. Ну да, все-таки есть сюда в арт у нас на линии. Еще одно ТП было в мид для того, чтобы пораньше проверить, никто ли не забегает в твой лес поставить в арт. Ну и два варта мы видим, поставили ВГ Юнити. Не печалятся на эту тему Уинкс. Их все устраивает. Вот сейчас пойдут чемпионы ставить в лес чужой. Что быстренько стоит пробежаться про героям. Шэдоу у Инкс играет на Дроу Рейнджер в легкой. На Блинк в миде будет играть на Миране. Фейсбьян в паке на сложной. Дазл Айсай снизу будет помогать. Ну и Висп это Висп. Собственно, просто Висп будет летать. Висп так веселее. Ну и в свою очередь ВГ Юнити имеют Ахфу на Элдер Титане. Ахджит за Фантом Ассасинку. Нана, в свою очередь, Тимплар Ассасинка в миде. Кангару играют за Сан Кинга. И на Рубике Икс снова. Кангару, который меняет никнеймы чаще, чем кто-либо. Он был Канг. У него, по-моему, фамилия Канг, что-то такое. Блин, у меня же есть Сан Кинга. Подожди, подожди. Я знаю, что просто там Кангару, это не просто так. Его зовут Чуа Сунг Конг. Вот, Конг у него фамилия. И у него был никнейм сначала Канг, а потом он решил, что Кенгуру быть прикольнее, чем просто Кангару. И теперь у него никнейм Кенгуру. Так что вот так. Да, у нас Сан Кинг оказывается в легкой линии. Наказывает Дрорейнджер. Суппорты у Виннинг сначала немножечко слабоваты. Тот же Висп, он вряд ли сможет бороться с Фантомкой или Селдер Титаном. И если у Вега Юнити все на сложной линии пойдет, то можно сказать, что пока их план работает. Ну, это пора до времени. Да, Элдер Титан будет мешать, почему-то серьезно будет мешать. Да, Элдер Титан будет мешать. Самое главное, чтобы они сейчас не позволили пулить Винкс, потому что если Винкс будет пулить и качать линии туда-сюда, то, в общем-то, вся агрессия будет нивелирована тем, что крипы умирают под вышкой. Айсайс-то как хорошо разбивает лицо Фантомочки, при этом еще более наваливают Элдер Титану. Вот они сейчас немножко ошибаются, то, что стараются все это сделать без Рубика, потому что Рубик необходим. Рубик вот так вот закидывает тебя, начинает убить Айсайса, и просто Ферстблад делает Шадоу как... Как же легко. Блин, вы уж, конечно, простите меня, но это было похоже на какой-то папчик. Вот серьезно, как бы я очень часто вижу в папчике, когда выбегают люди, и вот так вот просто погибают. Да-да, надо же понимать, что как бы крипы бегают, на этих крипов дадут хилочку, эти крипы продамаживают тебя, и нужно рассчитывать дэмэдж, а они бегают так, как будто им вообще все равно, как будто Даззл качал, я не знаю, poison touch. Да, и по-моему, мне кажется, что вот вся идея с прессингом на первых минутах на Дрорейнджер, она сразу же обломалась, потому что там Даззл уже взял второй левел, у Даззла уже есть ловгрейв, уже будет Даззл попроще, Дрорейнджер тоже имеет стрелы, и вот сейчас Дрорейнджер по тому же Рубику и по тому же Аху будет настреливать очень серьезно. Да, самое главное помнить, что Элдер Титан в одиночку не сможет прогнать и Даззла, и Дрорейнджер, потому что они просто будут по нему настреливать, поэтому нужен Рубик, Рубик просто необходим, чтобы, во-первых, подцепить, это как вариант, чтобы можно было кого-то стирать порошок, и во-вторых, чтобы просто можно было наваливать тычки с рейнджа. Ну вот Рубик встретился здесь с Даззлом, тут постреляется. Без вариантов, просто без вариантов. Даззл второй уровень, у Даззла большой урон сроки, все-таки Дрорейнджер ему помогает, и Рубик вынужден уходить, вот так вот поплатился Рубик за ошибку. По-моему, товарищ Айсайз просто в Соло сейчас выигрывает линию, и у него действительно он реально гоняет сейчас двух саппортов, он, кстати, далековато зашел Шэдоу, могут быть проблемы, пошел Даггер, засловили, ну немножечко ему тут молоточком по голове Аху отвесил, но мы понимаем, что опять-таки, потому что нет Рубика, толком ничего не будет. Кстати, надо быть осторожным, Рубик сейчас должен выйти в спину, вот он Рубик, вот он Рубик рядом, Айсайз до конца, есть у него Желлоу Грей, пытается расстрелять Аху, надо сейчас сейвить, ай, как четко играет здесь ВГ Юнити, забирают одного, и у Айсайза огромные проблемы, он пытается драться до конца, и снова пытается победить, и снова, и снова, кстати, победит, он, скорее всего, и снова пытается уйти, да, он его победил, но должен погибать, а что будет делать Вис? А что будет делать Вис? Мему тоже надо уходить, все равно это, по-моему, лишним было. Да, но уже более-менее, уже хоть какие-то нормальные действия от ВГ Юнити, и, в принципе, если бы они не потратили почти весь хил и большую часть маны, то в целом могли бы и дальше создавать прессинг, а вот теперь вопросы, вопросы в том, что Элдор Титану нужно идти и умирать, в это время Фантомочка регенит ману, и пока у Винкс просто инициатива. Чего он ждет? Не знаю. А, он хочет купить сапог. 20 секунд. Ну, долго еще ждать, чуть меньше, чем 20 секунд, но это действительно долго. Он бы уже добежал домой, если что, за это время, а так он еще... А он купил сапог? Он, по-моему, не купил. А, ну, нет, он не купил. Он думал купить сапог, но так передумал, он купил. Купил что-то другое. Виндайс у него был, он просто регенит немножко купил и умер. Ну, и говорит, ну, и не сильно там не хотелось. Надо сказать, все-таки, что и на других линиях происходит. Здесь у нас очень хорошо нано стоит в миде, у него 20 на 7 крипстат, при том, что у Блинка 14 на 2, темпларка линии у нас выигрывает, выигрывает ее довольно хорошо. Ну, а тут мы видим, ему отдался у нас Сенкинг нейтралом, потому что очень сильно нахарасил его ФСБА на паке. Ну, и ФСБА здесь тоже выигрывает линию. У него 20 на 9, у Сенкинга 12 на 3. По сути, можно сказать, что только в миде у команды в Агьюнити все хорошо, в сложной у них не совсем получилось то, что они запланировали. Да, но я бы добавил то, что в миде, по идее, Мирана должна проигрывать линию, даже несмотря на то, что у нее есть Ауру Дрорейнджер, потому что демоджа у нее очень мало. В начале не так много маны, пока она не принесет себе боттл для того, чтобы можно было спамить Старштормом. И из-за этого Мирана вот сейчас вот убегает на базу, покупает боттл, и после этого, может быть, поможет снизу. Снизу очень удобно делать фраги. Ну, пока левел маленький у Блинка, опять-таки туда бежать не совсем понятно, стоит ли, разве что кто-то бросится под вышку, но мы видим, в Агьюнити пока не особо планируют это делать, поэтому возвращается Блинк к себе в мид и будет продолжать здесь фармить. Надо как-то догонять Темплоарку, Темплоарка уже будет и по лесам бегать, немножечко фармить. Есть, кстати, инфюстрендлоп, обезобашивать себя от каких-то гангов, если вдруг они будут. Но это хорошо. И на топе что-то задумали. Нет, ничего-то не задумали, просто подрегенили Фейсбьяна. Ну, решили, что там Майсайз и сам справляется, он там в соло разваливает реплю, поэтому... Почему бы и нет? А чего бы и нет, да, у него сапог, почти четвертый. Хил в два чувствуется великолепно, по-моему, на линии и готов прям дальше радоваться жизни здесь. ВГ Юнити сейчас стараются подраться не в крипах, а сделать так, чтобы как бы линия пропушилась. Вот сейчас вот Даззл пропушил линию. В это время они ждут, пока Винкс подойдут и нападут на Шадоу. Очень неплохо. Очень неплохо Даззл тут же не успевает ничего сделать. Заслипали. Вот это шикарно. Вот это шикарный тайминг. И Айсайса тоже могут убить. Айсайс Грейв на себя, но, понятное дело, не поможет. Ему Висп здесь. Да ладно, они же не пойдут. Хорошо. А, ну, жирные, жирные сики. Айсайса и стики были. Я думал, победут по Тауэру. Вот делали бы они так раньше, сейчас бы Адроу Рейнджера мокрого места не осталось. Она бы сейчас бегала без сапога, у нее вообще бы ничего не было. Но, блин. Ну, тут прям, знаешь, атака была выстроена. Она прям идеальна была. Там прям все четко было сделано. Он там, Рубик Прок ушел, два дерева зашел. То есть, сделал абсолютно все правильно. Они прекрасно понимают, что надо либо в Слип бросать Дазла, либо поднимать его в Телекинез. Ну, и вот это получается. 3-2 в Гьюнити впереди. Да, и Висп наконец-то ушел со сложной линией. Как мы видим, Пак прекрасно справляется и один, и особенно под Аурой Дрорейнджера, и особенно, когда ему немножечко вначале помогли. И в это время теперь самое главное это помочь пофармить Дрорейнджера, потому что в этой страте Дрорейнджер делает очень много. И фарм вначале нужен. Три Рейнджа. А мы будем очередной рассказать. Блинка отправили на базу, ему бы вниз забежать разок, там три героя бегают вот разок. Да, клепануть пару фрагов было бы неплохо. На топе Пак потратил свой ультимейт, пытался поймать Санкинга, Санкинг успел, выкопался. Ну, разминочный. В очередной раз он вынужден бежать на базу, стараться, кстати, он, скорее всего, если бы он умер, он бы побыстрее там оказался. Но не хочет портить себе статистику, а то, блин, скажут, Фидер, Фидер, много наумирал. Что-то такое вообще. Нечестно, да. Ну, а в миде Нана продолжает гонять блинка. Еще раз. Еще пару раз. Файл Франтана говорит, домой, у тебя ТП на кулдауне, придется бегать пешком. Ну, решил блин, действительно, послушать тебя и пойти, наверное, все-таки либо в лес, либо на легкую. Ну, вот так вот, конечно, можно фармить, но так он фармит в разы меньше, и тимпларочка, она, естественно, будет от него отрываться. Все-таки я бы на месте блинка вот зашел в лес, возможно, убил бы какой-то большой кемп, и после этого со стрелой помог бы снизу. Ну, снизу, как мы видим, так все более-менее нормализировалось. Снизу Дорейнджер покупает пару тридцать, теперь будет тычки давать повесистее, и Вичи в эгивенте нужно нападать. Нельзя позволять ей так стоять и харасить. Руки в позиции. Крипов много. Шэдоу, кстати, могут быть проблемы. У него прыгают на него, есть тот же подхил, есть слип, но самого Шэдоу, они самые лучшие идеи. Забайтили. Забайтили. Да-да-да-да-да. Опять-таки бросать слип Шэдоу это, понятное дело, совсем не помогает делу. Надо по-другому это делать. Надо вот этого парня. Слип, пятый левел уже Даззл. Ого! Пятый левел Даззл серьезно. Действительно, пятый левел Дорейнджер, пятый левел Даззл. Идет седьмой левела у Патмы и у Пака, восьмой у Темпларки немножко шла Оуна вперед. И у Сенкинга, шестой левел этого проблематичного Сенкинга, который там страдает, очень сильно страдает на своей линии. ФСБН его постоянно гоняет. В этом измене, кстати, мы видим, есть уже ПТ-шечка и Грейджиный Мэджик Вон. Время как у Сенкинга имеется Трэнкел Буцы, Манго, Читок и те же Инфьюз Дрэйпрос. Пак на этой линии неправильно делает то, что выходит не в быстрый ВЛ, правильно делает то, что, допустим, выходит не в быстрый Блинг, а сначала покупает себе немножечко статов, в данном случае ПТ-шечку, которая поможет ему добивать крипов, и после этого в том же лейте он будет очень хорошо наваливать с руки по Таурой. Прилетел сюда Ахпу, немножечко дал попить своей Тэпларке. Ну и вот решил он теперь здесь потусить, еще больше загнать Блингада, заставляет его просто-напросто постоянно прятаться где-то по Тавру, но он, кстати, по чуть-чуть-почуть догоняет. Тэпларк у него 44 на 4, да, там много лесных крипов, но все равно уже не так все печально. Миди, может быть, атака на Тэпларку. Смоуки готов Айсайз вместе с Фейсбьяном через Дримкоил пытаться зацепить и убить мидера команды соперника. Ну и вот сейчас, по-моему, идеальный момент. Надо, смотрим, Фейсбьян выбегает, есть у нас ультимейт, тут же Айсайз, надо сбить Рефракшн, все получается, отличный фраг, хороший выход, вообще без шансов здесь было, конечно, для Тэпларки. Блестящий ганг, при этом еще были иллюзиями раны, моментально сбили Рефракшн и Вич и Гейминг, боже мой, в очагите, в Эгг-юнити стараются помочь как-то Тэпларочки, но, увы, ничем ей не поможешь, нету ни одного сейвера в команде. Пока Винкс переигрывает, то есть даже несмотря на то, что на легкой линии им немножечко досталось, мы видим, как сейчас все нормализуется в миде, в первую очередь, также хорошо дела пошли у Шадоу и в Эгг-юнити нужно просто идти и где-то делать фраги. Мне кажется, что вот этот клиент должен, в принципе, быть готовым, как только вот Сэнкин, да, мы сегодня наблюдали на примере Виртуз Про, насколько веселее становится игра, когда у тебя Сэнкин выносит даггер и насколько полезнее он становится, насколько вам проще устраивать драки. В миде тем временем может быть какой-то экшен, я тут нано пытался нападать, не получилось, а вот на топе экшен как раз не есть нашел ультимейт и это должен быть минус 2. Нет, улетает он на крипа и к ангару тратит свой ультимейт, всю ману и подкоп для того, чтобы убить Виспа, но у него до конца это не получается сделать. Обидно, досадно. В это время снизу и тут же улетает в это время. Нано испытывает небольшие проблемы, но в любом случае он сможет уйти и стаки, надо стаки забрать. Да, но пока маловато дамеджа, придется очень долго их бить и мне кажется, что кто-то бы сюда и подошел, было бы вообще как-то, но нет, надо зафармить, все нормально под рефракшем, да, зафармить. Все хорошо. Это кажется, что мало дамеджа, все-таки 8-й левел, есть блайдстоун, все хорошо. Да, он здорово делает то, что отходит, крипы в итоге его почти не бьют, потом еще на развороте начинает наваливать и Винкс даже об этом не догадывается, что вот так вот легко он может зафармить крипов. Тут очень много денег действительно зарабатывает нано и будет это, конечно, неожиданность. Я так понимаю, все-таки после блайдстоуна не станет он делать блинк, все-таки сразу пойдет в дезолятор. Может быть. Задая сам Бог велел делать тебе дезолятор. Покупаешь дезолятор, тут же прожимаешь смок, идешь на Рошана и забираешь. Кангару пытается его поймать, будет ли гнать дальше. Нет, Кангару слишком далеко копнулся и не видит его, но нашли 2x снова, но это должен быть минус. Ну, Рубик не уходит, да. Сколько же дэмэджа у Пака-то, а? Ну, Рубик никуда не денется. Да, Пак как раз с ПТ-чикой, при этом с брасером, я так понимаю, он вообще возможно будет делать какие-то барабаны. Сейчас наваливает плотненько и в это время забирает Шадоу снизу. Не успевает Айсайз его спасти, при этом он бежит, даже не успевает достану себя грейд повесить немножечко. Ну, вот тут ошибочка, да. Опять-таки, слишком далеко был Айсайз, не успел он засейвить свою дровку и в итоге был тоже за это наказан. Мы время о том, что много дэмэджа у Пака, потому что есть Дроврэнджер, но кому нет, с этой стороны тоже дэмэджа хватает. Вот он, Нана, который пофармил Эйнштаб, который вышел, заработал еще 2 фрага, у него 1600 голды, и так все очень хорошо еще. Аджджит, у которого тоже 7-ой, сейчас будет 8-ой левел. И второй тот же Шэдоу, а нет, это Блинг, простите, ну тут не поймать, а фу, разве что какая-то рандомная суперстрела залетит, но это маловероятно. 5000 нетворса, у Тэмпларки все очень хорошо, она, да? Ой-ой-ой, смотри, что он берет себе. Вот это вот жестоко. Да, Майгер, да, Майгер, атак спид. Слушай, на 12-ой минуте. А почему жадный? Не, но я имею в виду, что он жадный делает в том плане, что он берет его фармят, то пак в этой игре будет очень обедный. Боже мой, обедный, одетый. Он и так фармит очень хорошо, он и так может получать свою фарм, за счет того, что кидает 2 нюка, а сейчас он будет просто фармить неральной скоростью. Так, смотрим, проблемы могут быть у Блингка, и просто разборчиваем. Его не хватает, у Айсайз тоже проблемы, бегут сюда за Дроу Рейнджер, и Дроу Рейнджер нужно срочно валить, подходит Фантомочка, бьет по виску, по виску убьют, правильно, на виску кастует Грейв, и старается в это время уйти, в это время Шадоу не уйдет в другую сторону. Да, он не уйдет, да, он не уйдет, пак хорошо, обрабатывается, забирает одного, забирает Тароу, отличный врыв здесь от Фейсбьяна, ну и можно постараться еще поймать, либо надо, либо Ахфу, здесь еще Кангару, так что надо быть осторожными, Кангару готов, кастовывает он ультимейт, и врывается с Блингка, копает у нас только Фейсбьяна, Фейсбьяна не удалось засейвить, Шадоу пытается расстрелять, но тут же слип от Элдер Титана закрывает ему проход, Кангару готов, уже в очередной раз будет копать через 2 секунды, здесь погибает, минус 4, нет, это не минус 4, простите, здесь еще погоня, погоня продолжается, куда же ты Кангару? Мискликнул. Потерялся, телепортируется сюда еще Мирана, Мирана начинает кастовать старштор, но увы, демэдж уходит в рефракшн, в это время вышку нужно успеть забрать, потому что прилетят сюда еще люди, начинают фокусить, да, на Нану нужно срочно уходить, но помощи нет, Санкин копает, и это была критическая, минус 2 на равном месте. Вот ты знаешь, если бы не этих 2 фрага в конце, все было бы просто великолепно, а в итоге вот эти вот 2 ТП от Уинкс и 2 фрага на 2 кор-героях команды ВГ Юнити, они действительно вернули, по-моему, Уинкс все, что они потеряли в прошлом замесе, я вот не показывал, что там замес продолжался, вот Винкс потеряли за это тысячу и тут же это все отыграли. Да, но слишком далеко задавили в ЭГ Юнити, слишком уж верят они в свои силы, когда у них нет эпицентра от Санкинга, нужно помнить, что это на самом деле один из самых сильных спеллов в начале игры, и пока его нету, Винкс могут просто бегать и каким-то образом сражаться, у них для этого есть все кулдауны. И вот по поводу Пака еще не разрешил мысль, кстати, вот я хотел сказать, что у него есть Мидас, если Пак в этой игре купит Аганин, Блинк, он выиграет эту игру. Ну, сейчас, скорее всего, умрет, хотя летит сюда Висп, летит сюда Виспа, не видно Пака, и на развороте, кстати, можно подраться, нужно даже подраться под камеру, не попадает он, будет расстреливать, заныкался. Ну, дальше, естественно, лучше не нагляйте и самое время отдойти, Санкинг, если он не дурак, он убежит, и замечу то, что смотри, вот у Винкс есть Мирана, который дает Инвиз всем, и в ЭГ Юнити даст не берут. У ЭГ Юнити один Санкинг с Инвизом, и Виспну сюда с собой. Ну, опять-таки, ошибочки, ошибочки под ма, будут пытаться добрать, аху, далековато под Тавр, с тобой дэмэджем полетел, и там еще минус армор, аху, он уйдет на базу лучше, наверное, здесь, это Титан, чем вот это будет драться с этой под ма. Но Тавр снизу падает. Уинк забирает третью уже вышку для себя, понемногу-понемногу, но зарабатывает преимущество чемпионов мира, врывается к Ангару, начинает кастовать ультимейт, Блинк, слип, отлично сыграно, но Блинк делает лип-аут и ТП пытается сделать, у него это получает Салыч, и вновь тимейт к Ангару заходит не совсем так, как они вообще хотели ее убить. Ну, как бы, Стан Элдер Титана хорошо, да, ты, конечно, достанешь Типа, но первый же Тик Эпицентра, он тут же ее из Стана выбьет, и она просто сделает лип-аут. Ну да, как-то может, если бы не был проюзан подкоп до этого, если бы через Стан цепляли, тогда можно было бы постараться, но в любом случае, есть же лип. Убежит? Убежит, да. Поспешили, поспешили, слишком хотят убить, и в итоге не получается выглядели все, что они задумали. Да, Блинк все-таки у Нана, потом он будет делать дезолятор, мы видим, начинает он с Блинка, ну, пускай начинает, сидит в Мелде. Ну, бей уже крипов. Бей, братан. Боится. Он понял, что никого здесь нет с этими крипами, он надеялся, что, может быть, кто-то придет, и я кому-то сразу по голове стучу, но так не случилось. Здесь Фейсбьян 2300, ну да, должен делать Аганим, ну, сначала Блинк, потом Аганим. Ну, пока можно погонять Нана отсюда, и ты знаешь, в итоге на 16-й минуте оффлейновый пак имеет Блинк, имеет ПТ, имеет Брасе, и Мидас, который ему позволит собрать действительно быстрый Аганим. Ну, он обогнал Дроу Рейнджер, и это при том, что он очень много бегает и сражается, 4 кг он сделал для своей команды. Да, все очень круто, у Фейсбьяна. Аганим еще у Мираны, по-моему, есть полный набор у Винкс, то есть у них есть Аганим на Миране, и Мирана сейчас очень хорошо будет пробивать Фантомочку, у которой пока мало ХП, ну и тот же Пак, он с Блинком готов рываться, по-моему, Винкс могут брать и куда угодно идти, у них есть все необходимые артефакты. Могут на Рошана, могут куда-то на Т2, то есть абсолютно не вижу никакой проблемы в том, чтобы сейчас в пятером даже идти куда-то драться, ну, самое главное, конечно же, чтобы выживала Дроу Рейнджер, и там будет расстрел как в Тире в 5. Да, 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 пока у нас Фантомочка у нас не особо одетая, пока у нас, у нее только Блинк и больше ничего, то есть не может она быстро убивать героев и в ту же очередь обузить Рошана. Пока Элдер Титан не вкачал свою пассивочку на максимум, в целом Винкс, они сейчас намного сильнее, и вот как вижу, то что они с нами согласны, им нужно просто идти и драться, драться, драться и драться. Вот побежали Фейзбьяна, будет пытаться сейчас через ультимейт начать драку, Фейзбьян, видит Кангару, Сайленс, ну и надо убить, надо очень быстро его убить, пока не вышел Сайленс, но не успевает сделать, здесь ультимейт на троих поставил у нас Фейзбьян, Фейзбьян сейвит его, работает там плюс армор, еще не так легко его убить, их снова проседает очень сильно, сын Кинга убили, он тут же выкупился, Фейзбьян уходит отсюда, Нана, Нана просто в четверых ворвался, сейчас будет слип, слип не очень вовремя, потому что есть уже локейт аут, ну и проблемы только у Блинга, Блинк там уже делает лип аут, разворот, как же много демажа, здесь Фейзбьян вносит, они все очень битые, но не хватает, немножко не хватает, Фейзбьяна пытается все-таки добить, не получается это сделать, Аджи далеко зашел, разбивает ему лицо Шэдов вместе с Уайем, разбили, Нана, если вы увидите здесь, его тоже убьют, но пока нашли только Кангару, через Сангару убивает Кангару, знает ли, что здесь Нана, Нана уже есть Блинк, Нана есть Блинк, и надо отсюда уходить как-то, но он не знает, в какую сторону ему прыгать, Нана находит его Шэдов с топорик, и прогрызает, успевает сделать Блинка, вот Нана живет, Нана нечем сбить ТП, просто блестящая драка от Винкс, мало того, что очень быстро зафокусили Сэн Кинга и развели его на байбэк, при этом еще блестящим образом застрелили Пака, Пак сначала получил крест, потом Пак уходил на арбе, за ним прыгнула Тимп Ларочка, и в тот момент, когда она уже наносила последний удар, он просто успел уйти в фейсшифт, а потом сделал Блинкаут, красиво. Да, очень круто отыграл Фейт Биан. Фейт Биан, вот мы знаем, что некоторые наши аналитики его очень любят, это их любимый игрок. Я люблю, я его сегодня в фэнтези поставил. Но он реально крутой, то есть вот он реально, у него бывает не когда он реально бегает и фидит, такое, конечно, происходит, но зачастую он просто бажит для своей команды. Да, сейчас действительно Фейт Биан отыгрывает просто великолепно, и ему нужно продолжать так делать. Так, ну теперь на месте в Эггинте. Мы понимаем то, что в их случае как раз наоборот, сейчас драться нежелательно, потому что, как мы наблюдали, Мирано с Паком разваливает, чуть ли не вдвоем разваливает вообще нюками всю команду, и было бы здорово себе нафармить хоть что-нибудь. То есть вариант А, это либо мы дедем дезолятора и такой легкий all-in, либо вариант Б, все-таки купим какой-то БКБ, чтобы можно было хоть как-то против данного прокаста бороться. Вот в Фантомочке у нее тысяча хп, что она хочет сделать со своими тысячами хп против прокастами раны. Да, против прокастами раны. Ну, скорее всего, это действительно БКБ через молоток. Мы надеемся. И тут БКБ в стэше у Темпларки, и БКБ у Фантомки, то есть у Ба-Ассасина у нас с молотками. Не, ну Фантомке еще как бы можно дезолятор позволить купить, потому что у нее есть рефрекшн, то есть она как-то может дэмэдж. Темпларочке, Ну, в принципе, да, а от Фантомки, ну, не знаю, мне кажется, что два БКБ это было бы... Ну, было бы хорошо. То есть лишним БКБ точно не бывает. Ну, посмотрим, посмотрим. Виталий разобрался. Like a boss. В это время Винкс выжидают момент. Напомню то, что Рошан все еще стоит. Активно подпушивает линию сверху, по которой идет дроу-рейнджер, и при этом старается запушить центр. Очень хотят кого-то перетянуть Винкс наверх, для того, чтобы было меньше героев в районе Рошана, и после этого на Релаките быстренько приедут. Дезолятор есть. Да, Дезолятор есть. Продолжаем ждать, что же у нас, собственно, решит делать HG. Будет ли это второй Дезолятор на команду? Скорее всего, да. И потом будет выходить БКБ, будет стараться как-то через дэмэдж пробить соперника. Да, так, главное не заигрываться, потому что темпларочка с Дезолятором Рошана заберет очень быстро. И вот мы видим, что она уже начинает это делать. Уже по таймингу сюда приходит Винкс, и проблема. Стрела пошла. Стрела залетает в Рошана, прыгает по избьян. Очень больно Ашджиту. Фейсбьян поставил ультимейт. Ашджита надо чем-то добить. Он уходит из своего игрока. Там, тем не менее, Кангару кастует ультимейт на основном граунде. Только по Ассайсу проходит дэмэдж, пытается убить Виспа. Виспа не получается убить и просто в тире расстреливает Шэдоу. Это минус Кангару. Ну и драка уже выиграна. Надо уходить отсюда. Надо просто убегать, хотя Ашджита будет пытаться догнать. Дэмжа-то очень много, но Ашджит все-таки играет на Пантом Ассайсинг, поэтому не так его легко убить. Фейсбьян видит их снова. А тем временем у нас еще эта парочка оказалась здесь в драке и была наказана. Ну, думала Пашу реку забрать Рошана, но, увы, Винкс слишком опытная команда, чтобы вот так отдавать Рошана. Да, согласен. Ну что же и падает у нас Рошанщик. Опять достается он команде Винкс. 22-ая минута и там тем временем в лесу. Вот поймали и пытается уйти Ашфу, но и тут Фейсбьян, конечно, не отпустит. Есть, есть, стрела летит. Украли еще что-то. Что у него там украли? Украли Рбу. Ну, Ашфу пытается спрятаться. Никто его, конечно, отсюда не отпустит. Да, он погибает. Минус Бразда. А он, я думаю, не стоило отдавать. Да, он просто как бы старался защититься. И Винкс убили двух зайцев одним ударом. Они вместо того, чтобы бегать и охотиться за Вегой Юнити. Они просто подождали, пока Тим Пларочка сама захочет забрать его с Рошана. И в этот момент врывается Пак, которому ты этими героями толком даже ничего не можешь сделать. Он врывается, дает тебе Саленс, дает тебе Дрим Койл, а потом улетает. Ну, вот против Пантомочки у нас появляется чудесное оружие. Есть Сильвер Эдж у Шэдоуа. Айсайз, мы типа немножко выходим. Выходит в Миканзу, у Блинка Аганим 1700. В принципе, все, что надо есть. И у Пака Пак решил пойти дошла, что бы нет. Да, все идет хорошо. Купим Хекс, будем радоваться жизни. Четыре дня, 420 крипу убитая. Идет на втором месте по-другому чуть-чуть только отстает от своей Дроу-Рейнджер. Все великолепно у ФСБ. У него действительно все великолепно. И посмотри, как он двигается. Вот придем сюда на три секунды раньше, он бы скорее всего его и нашел. Да, чувствую, чувствую ФСБ. И действительно это хорошо у него получается. В это время в ЭГ-Ивенте находится в очень уязвимой ситуации. То есть они мало того, что не могут так как-то простенько фармить, потому что их убивают либо через прокаст Пака полетает на релокейте Висп с кем-нибудь, либо Дроу-Рейнджер начинает с инвиза и им нужно каким-то образом самим сделать фраги. И было бы здорово увидеть хотя бы от них какую-то вылазку, потому что они давно уже никуда не ходили. Пока они считают... А вот куда? Вот куда? Ганг на Виспа. Надо найти Виспа. Я думаю, вот пройдет еще два дня и вот очень скоро команды будут искать Виспа не в обычных точках, либо находить, а вот именно вот в этой точке или в верхнем углу, где сегодня команда Virtus.pro там жила. Куда-нибудь вар туда тыкнуть и просто искать. Действительно, надо учиться по ходу турнира, смотреть матчи параллельных команд и понимать, что тут же есть куча заначек, куда можно действительно хорошенько подныкаться. Да, ну Винкс в это время они естественно не будут ждать, они не будут откладывать дела в долгий ящик и уже перетягиваются на низ. Снизу находится один Элдер Титан, но увы, он в одиночку вряд ли сможет задехить всю эту банду и в это время, дабы не отдавать вышку, Дорейнджер стоит сверху и под защитой Виспа готовится, если что, начать драку. Ну, дабл дэмэдж у Блинка, там 300 с копейками дэмэджа с руки у Потмы, 160 плюс. Кстати, деньги у Пака потрачены, это значит, что скорее всего сейчас будет у него уже готовый Хекс или что? Или... Или Линка будет? Слушает у Линкит сфера. Ну, пусть Линку сделает. Я правда не вижу как бы особо против чего она здесь нужна. Ну, против Рубика, против Блин, не знаю, ну, просто против Даггера. Нара, Нара, от Блинкова отца отсюда подальше. Ну, и будет попытка все-таки кого-то найти. Очень хотят. Блинкс подраться, трэпа взрывается. Ну, и Шэдоу продолжает погоню, Шэдоу продолжает погоню. Здесь же Блинк, нашли их снова, но их снова тут неплохо. Неплохо вернуться, улетел. Тот же Сэнкейн копает троих. Неплохо. Есть куча хила, и невозможно просто драться. Ловит Кангару на Сайленс. Там пошел тем временем у нас разлом. Давление неплохая будет Борозда. Борозда действительно неплохая, но дамеджа может не хватить. Есть Грейв на Блинка. Немножко рановато. Убили у нас Виспа. Проблемы могут быть у Блинка. Сейчас закончится Грейв, и надо Блинка добивать. Блинка пытается добивать. Да, Блинка добивает, но это только первая жизнь у него. Там тем временем Физгян разбирает фантомку. Ну, и Ашфу здесь должен бежать на хайграунд. В итоге Виспа Эгис ну, даже если не выигрывать, то хотя бы догонять по золоту. И самое главное то, что они выбили Айгис, потому что если бы Айгис остался, то в принципе Винг смогли бы и дальше резво куда-то идти. А теперь, ну, какой-то шанс на защиту у ВГ Юнити остается. Падает Т2. Это последняя, собственно, вышка внутренняя, которая упала. Внешняя, простите. И остается только внутри вот эти Т3 товара, которые придется как-то депить. Ну, и вот Нетворс мы видим. 14 тысяч уже. Это многое по экспе. 12 тысяч. Действительно много. И я не вижу предпосылок в ВГ Юнити, чтобы как-то отыграть это все. Но опять-таки, если где-то как-то хорошо завяжется дракой к Ангару, там, тем временем, веселуха у нас здесь. Но она. Фэйзбиан, Сайденс. Очень больно по Фэйзбиану. Прям очень больно по Фэйзбиану. Рискует. И, кстати, он убьет сейчас. А нет, у него есть блинки. Нормально. Тепларка за ним прыгать не стала. Не особо линка помогает. Теплар Ассасин. Ну, пусть просто давит реген. Да. Диффуза появляется в те времена у блинка. Даззл на Ассайз приобретает себе Мекканс. В конце концов, дособрал он его. Ну, у Виспа там Форстап нарисовывается. Тоже великолепно. В принципе, БКБ есть. Потом Ассасин. Тут 3.800 тоже очень нужно темпларки покупать. Самое БКБ. Будет намного проще. Ну, хотя, опять-таки. Не, может купить, в общем-то, и Дейдалус. Я вот смотрю, как у нее все идет по игре. В общем-то, она умирает редко. Она справляется со своей задачей. Ну, да, ее не так легко. Опять-таки, тут нету каких-то там станов и так далее. То есть, тут у пацана нет Аганима. Хотя будет Аганима. Да, то есть, он может позволить себе вот такую вещь купить. Ага. Вот. Ну, это интересный выбор. Мы прекрасно же понимаем, что закончится это все Блаторном. Ну, пока заходит. Потому что у Микс не так много артефактов, которые способны сален сбить. То есть, если, например, кинуть какой-нибудь даггер в паке после этого тут же навесить саленс, то 5 секунд он будет бесполезен. То же самое касается и Дазла, то же самое касается и Мирану. Но, как только они этот артефакт увидят, они сразу купят себе какую-то манту, БКБ, Иулл или что-нибудь. Поэтому нужно вот сейчас попробовать его реализовать. Ну, пак Иулл может чуть ли не одним кликом сейчас купить. Ну, ладно, не сейчас. Слушай, плейтмейл. Плейтмейл играет, или лотус. Или лотус. Может быть, чувствует ФСБ и сразу же начинает собирать лотус. Думает, все, вы меня теперь точно не поймаете. Ну, вот он, Ганг. Вот он, Ганг. Вот она попытка в Эг-Юнити перевернуть эту игру. Проигрывает они сейчас очень много. Им нужно выиграть драку. Сложно это будет делать. Но нет ничего невозможного. Ну, а в Доте мы видели сегодня отыгрыши с 20 тысяч. Отличная руна для Нано. Так, Рэдиан взяли скан почему-то на ту же точку, где они сами стоят. Мисклик ладно. Так, Блинк, Блинк, Блинк. Нет, в другую сторону пошел под Копц. Цепляет нас Шэдоу. Шэдоу, Шэдоу вытолкали. Его не видно здесь. Его не видно. Шэдоу отбегает просто подальше. Пошел разлом по Ваю. Вая добивает неплохо. Без виспа не так легко драться. Шэдоу, прыжок на него. Шэдоу, Шэдоу пока еще живет. Но тут еще и проблема у Айсайса. Огромный Шэдоу, скорее всего, погибнет здесь. Да, Шэдоу все-таки погибает, но на развороте успел забрать Рубика. Но вот Айсайса не надо отпускать ни в коем случае отсюда. Да, Айсайс здесь тоже погибает. И это минус 3. И это тот самый выход, который мы хотели бы увидеть. Вега Юнити просто браво. В такой сложной ситуации они делают довольно-таки смелое решение. Пошли, нашли героев, убили их. При том, что очень много голды сейчас имеют Винкс. И я бы на их месте сказал, что им нужно дальше продолжать делать такие волоски. Они действительно сильны, если нападают первыми. Да, 3,5 тысячи даже больше денег не отыграли. И около 4 тысячи экспириенса. Вот самое главное в таких гангах, это то, что вы застаете противника врасплох, вы сразу находите Виспа, вы сразу находите Дроу Рейнджер. И как мы видели в этом замесе, Дроу Рейнджер весь замес убегал, она даже не хотела сражаться. Да, и это моментально просто Фантомка вместе с Темпларком. Много демеджа, все-таки как ни крути. Этих двух, ну, не зря они ассасинки две. Не хватает. И пережить это дело очень сложно. Ну, Фейсбьяно там не было. Топадим в своей команде? Да, у него вообще все отлично. У него все просто шикарно. 2 800 на кармане, полетит на Т2. Куда пойдет? За Мистик Став. Да, это Мистик Став. Ну, окей, хорошо. Мистик Став. Ну, Шива. Атакс Петре. Или все-таки Хекс. Не, ну, Шива. А может быть Хекс? Может быть и Хекс, ну, Шива. Может Хекс? Он же боец. 15 арморов все-таки. Может все-таки Хекс? Может быть. Ну, ладно. И то, и то, в принципе, будет иметь смысл. Причем Шива немножко побольше, наверное. Я по-прежнему считаю, что когда он купит Аганим, его команда выиграет сразу эту игру, но он продолжает интриговать и собирается в бойца. Ну, мне кажется, что он тут может себе, в принципе, ПВЕ сборку, ПВП сборку сделать и так далее. Потому что все очень хорошо у ФСБ Яна. Он будет продолжать фармить, у него будет продолжать получаться все дальше. Так что не стоит. Мирана. Мирана в это время покупает себе Яшу. Я так понимаю, это первый намек на Манта Стайл, потому что каким-то образом Сайленс снимать надо. Все-таки Сайленс это очень неприятная вещь, особенно для кастера. А у Мирана тут 4 активных навыка. И теперь, возможно, Винг стоит немножечко попридержать коней и подождать Рошана. То есть торопиться им некуда. Вот у Мираны остается до Манта Стайла еще где-то 700-800 голды. И после этого Винг смогут не бояться Тимпларочку. Ну, им не особо, да, отобразился вот тот выход на благосостояние игроков команды Вингс. По-прежнему у них все хорошо, по-прежнему они фармят лучше, чем соперник. Да, их троих убили, да, они на этот раз будут осторожнее. Но, как бы, преимущество по-прежнему у чемпионов мира огромнейшее. Ну и Нана. Надо дофармить ему Блатор, но... Ну, не так легко. По-моему, он слишком наглый себя ведет. Он тут был просто с Санкингом, больше не было никого. Сейчас можно пойти найти Тимпларочку. Тимпларочка бегает по своему лесу. И... Ну, снизу... Снизу Пантомочка отпушивает вот эту линию и сразу уходит. Нашли. Ну, тут... Нашли Титан. Он живет еще и может быть даже улетит. Он не успевает улететь, его забирают. Замечательная вылазка. Чуть-чуть бы дальше была Патма, может быть и улетел бы там Алдер Тайтон. Есть у него Гост, и он прекрасно понимает, как надо с этих ситуаций выбираться, когда ты играешь против Дроки, против Мираны. Все-таки Гост Септер это маст хэв. Но тут мы понимаем, аганим у Мираны это уже больно. Ну и плюс Фейсбьян. Тоже неприятно. Он все-таки Шиву собрал Фейсбьян. Следующим точно будет аганим. Или нет. Или нет. В это время Тимпларочка продолжает создать вышку, и она эту вышку забирает. Посмотри, какой он дерзкий. Он просто вышел и забрал. И пять тысяч денег в кармане. Да, и пять тысяч денег в кармане. Это по-любому Блатор. Я уже более чем уверен. Ну, тут... Тут только так идет. А вот он бутерфляй, появляется в Шедово хорошая вещь. Очень даже полезный артефакт. Да, чудно работает против всего, что есть у ВГ Юнити, кроме Блаторна, потому что Блаторн может нивелировать, ну, миссы. И если даже у нас, ну, как бы эти миссы нивелируют, то Троренча всегда сможет использовать бабочку, чтобы убежать. Шикарные этифакты начинают появляться сейчас у команды ВГ Юнити. Ажид приобретает у нас башерочек, который скоро превратится в Абисал Блейд. Появляется Блаторн. Ну и можно что-то еще раз придумать. Рошан лопнет в одно мгновение, под Блаторном особенно. То есть там мало того, что апается демэдж Тим Плавочки, там еще и дико апается демэдж с ее командой. Но перед Рошаном нужно пойти и поставить в Арктике территорию исследовать. Ну вот мы видим два скана, от одних и до вторых. И, кстати, сейчас наступят, скорее всего, в скане. Наступили, закончили все басканы. Будет навстреча. Прыгает, пак, цепляет двоих. Просто шикарно попасть здесь же. Моментальный минус Рубик. Кангару едва живой стрелу поймал. Ашфуй, Шэдоу просто не отпустит его здесь. Да, так оно и есть. Минус два очень быстро. Кангару вынужден отсюда убегать, потому что неприятно. Неприятно ему с Блинка, конечно, уйдет. Ажжит спрятался. Заметили ли это? Нет, не заметили, но все равно он делает БКБ ТП Аут. Ну вот тут немножечко не повезло ВГ Юнити. Ну, я бы сказал, что они наверняка были уверены в том, что никого нет. И уже просто, допустим, убрали камеру и шли наперед. Уже, возможно, собирались свернуть Рошана. Но в этот момент молниеносная реакция Фейс Биана не оставила шанса ВГ Юнити. Ну, он хорош. Он реально герой этого матча. Да, ну вот он Рошанчик. И пока пак. Пак дает жару. Две тысячи в кармане у него уже. Ну и Блинк, вы видели, тоже дэмэдж начинает носить лютейший на этой Миране. Ну, а Шэдоу... Ну, Шэдоу он делает свою задачу. Шэдоу он Дроу Рейнджер. Все нормально. Как это уже как бафер бегает. Да, ему можно, в принципе, на бафе стоять. Фейс Биан за него разваливается, Мирана и напару. 20-14 счет становится. По деньгам за 15 тысяч уже вылезли ребята из Винкс. 13, даже 14 тысяч экспириенса преимущества. Винкс начинает эту игру уже выигрывать. Выигрывать так серьезно. Винкс начинает показывать вот то, что они показывали на шестом Инте, когда они действительно очень круто играли. И действительно эта игра была похожа на чемпионов. А не то, что они делали до этого. Да, с утра порасставлялись немножечко. До этого они видели. Ну, в матче против LGD Forever Young, конечно, показали уже себя Винкс. Там шансов каких-либо у Кхауэйт и компании не было. Но, с другой стороны, какие вопросы могут быть к LGD Forever Young? Два игрока получили визы. Ну, да, да, да. Я вот слышал то, что многие вообще ставили LGD Forever Young. Я, в принципе, согласился бы, если бы эта команда приехала основой. Но когда у тебя два игрока меняются прямо перед турниром, это... Блин, у тебя меняется Кэрри и... Да, то есть и Харленер, по-моему, поменялся. Не, Кэрри и ЛПС, там, супер пятой позиции. Ну, короче, когда у тебя меняется два игрока в команде, это довольно-таки весомая замена. Да, ну, это нереально. Ну, попасть в стоп-8, это уже фантастика. Даже один игрок, это уже проблема. Но когда у тебя два, ну, это совсем лишнее. Так, что там интересного будет? Дэмэдж. А, Дэмэдж. Дэмэдж. 462. 462. Ну, это как будто... Альфа Волк. Это как будто Лагуну Лины вписываешь в каждый сочет. Каждый сочет. Каждый сочет. Неплохо. Неплохо, неплохо. Ну, да. Расстреливает здесь Шэдоу. Ну, просто как в тире расстреливать этой Тау. Сейчас Мэнкс. Будет ли попытка от малайзийцев как-то подбиваться? Сейчас мы узнаем. Не спешат пока. Пока просто не спешат. Ну, а зачем торопиться? Пиши, едешь дальше, будешь. Все равно в АГ Юнити они ничего не спидпушят. Они, да-да, они ничего не спидпушят. Нужно подождать, пока у Даззл откатится ультимейт. И только после этого заходить. Они вот прямо под КД. Так, сзади. В спину. Хорошо. Кангару запрыгнули вдвоем. Попытается быстро зафокусить. Беспа. Беспа. Только по цепле. Кангару едва живой. Кангару только-только вышел из Санэнса. И добивают его. Но это минус 2 без шансов. Драка разделилась на две части. Ахфу пытается отсюда уйти. Есть байбэк от Санкинга. Заходит на хайграунд. Ну, не стал прыгать пак на хайграунд. Драка действительно две части разделена. Мы видим, что Блинк спит. Ушу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Это было Мейнгкере. Да, это неприятно. Это неприятно. Весь 700кп. Ну, Кангару, кстати, третий раз, ягу делаю байбэк-байбэк. Бывает, это ему бы Санкинсу. Ему бы свой ультимейт дать. Он почему-то не хочет с него влетать, он все время его держит, он почему-то ждет. А в это время сносит базу. Базу снесли, Пак дальше продолжает бить на передовой и как-то подцепить его не получается в это время. Начинает бычить Шадоу с Эйгисом и, в общем-то, ему это позволено. Но он, конечно, потерял Альфа-Волка, это очень важно, как бы, потерять Альфа-Волка. Опять запрыгнул Мана, запрыгнул Кангару, расстреливает Шадоу его. Мана включает Блэкинг Барн, он просто не пробивает. Это забей просто. Скинулись по тычке и это просто нереально. Да, Сеткинг до сих пор есть. Он подрался, он выкупился, еще раз подрался и в обоих случаях он ультимейт не завязал. ФСБА добивает у нас вместе с Дазлом и Рубика, ну и продолжает просто бегать по базе Уинкс. Стоит отметить, какую же шикарную работу проделывает вот этот парень на Виспе, потому что вот Кангару опять, вот он здесь врывается, врывается Ажжит. Ну и Ажжит, а тут же расстреливает, как в тире, очень красиво это выглядит. Гуд гейм. Велплейт, ну, нельзя сказать, что Вега-Юнити вот прям без шанса. Ну, более-менее была игра. Ну, я бы сказал то, что если вот Сенткинга заменить какого-то героя, на котором этот парень умеет исполнять, то, может быть, у них было бы и получше. Но вот с этим Сенткингом мы эпицентров не увидели вообще. То есть он как бы был, но он только станет. Ну да, так действительно игры не выигрываются. Ну и мы видим, что в принципе, ну вот до 20-й минуты была довольно равная игра. Да. Потом был еще с DC тысяч переворот, когда они ганг сделали в Чужой лес. То есть, ну, более-менее дела у них шли. Ну и, конечно, если сравнивать... Без комментариев, да. Да, тут вы все прекрасно понимаете, что Фейсбьян это явно MVP этого матча. Очень круто отыграл. 6-1-12. Ну, а Кангару отыграл... Так себе, скажем. Да, не будем, не будем там выражаться. Сыграл так себе, да. Ну вот Blink мы видим, то что на Миране он вроде бы и был, но вот по своим параметрам у него меньше среднего. Нормально. Ну, темпларка, темпларка была неплохо, стоит отметить, нано неплохо у него получалось. И хорошо формил, и хорошо линии отстоял, но немножечко не дошло до конца. Ну и Shadow на Draw Ranger, все понятно. Это вот эти ребята заслужат. Эти ребята обязательно. Эти ребята сделали свою работу, и все. Так они должны сделать. Айс, Айс и Уай. Ну, как обычно. Как обычно это происходит у нас у команды Wings Gaming. Ну что, 1-0 они ведут серии. Если они выиграют следующую карту, они занимают второе место в группе. Будут ждать своего соперника в Аггьюнити. Занимают в группе место третье. Ну что же, ребят. Мы сейчас с вами... ...сиди надолго. И вернемся буквально через несколько минут на вторую. Карту. Никакай спал. Субтитры создал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Д gra잔. Продолжение следует... 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 Добро пожаловать еще раз на трансляцию с Boston Major. Это группа I. Возможно, последняя карта в группе A. Возможно, сейчас у нас закончится здесь выяснение отношений. Напомним, Digital House заняли первое место, выиграв 2-0 оба своих матча против LG Forever Yankee, против Vega Unity. Я знаю, готовились очень к Wings, но... Ну что, 2-0, заканчивается наша серия. Wings выигрывает этот матч. Ну что, давай прощаться, Димон. Сделаем пронос на завтрашний день. Мне кажется, что завтра будет очень интересно. Завтра EG играет, Faceless, Complexity, LGD, которые приехали и заменили Execration на OG, IG Vitality. Будет на что посмотреть. Очень интересный завтра будет день. Обязательно смотрите. Ну, можете еще это досмотреть. Но лучше переключитесь сразу на основной стрим. Там хотя бы Envy с ним... Вот, от Envy это всегда весело. Да, я вообще считаю, что как бы Envy, ну, конечно, понятно, что он, ну, может быть, в некоторых моментах недоигрывает, а может быть и не может. Но самое главное то, что Envy, ну, не знаю, он веселый. Так, как и Свиндлз. Да, да, да. Две изюминки американской доты, за которыми в любой ситуации интересно смотреть. Envy действительно хорошо все у него. Он молодец. Он молодец, да. Тут тем временем Warriors Gaming Unity берут себе Draw Ranger, Seldar Titan и пока не совсем ясна экстратегия, что конкретно они собираются делать. В то время как у Winx Gaming все очень просто. У них Shadow Demon Luna, им дальше осталось набрать каких-то героев, которые способны захватить инициативу в начале игры. И можно иметь, в принципе, одного кэри, потому что Луна просто, если одеваешь из статов, она идет и сносит тебе базу. И как бы ты ни старался терпеть, против Shadow Demon с Луной это невозможно. Давай, Иван, давай, давай. Я пока почитаю Twitter, а ты попытайся сделать вид, что тебе интересно еще. И что кому-то, кто-то еще действительно может думать, что вот здесь еще что-то произойдет. Я вот, например, посмотрю пока, что у нас происходит на параллельной трансляции, где Newbie играют. У меня два игрока из Newbie. Fantasy League. Фэйс Бьян у меня в Fantasy. Мне вот интересно. Тут люди в чате пишут Envy, Dota. Значит, по-любому что-то сделал. Мы в Чики на подходе. Слушай, а не, ну проигрывает. Не проигрывает MP, проигрывает чуть-чуть. Да ладно. Слушай, Envy, алхимика взял? Лох. Envy умеет играть на алхимике? Envy умеет играть. Вот это вот не надо. Рафляночка зашла. Рафляночка зашла хорошо. Я просто, ну серьезно, я не помню, когда я видел Envy на алхимике. Я не знаю, видел ли я вообще Envy на алхимике. Интересно. Может быть, Envy алхимика не видел? Может быть, Ехомы сломили его дух? Тут у Envy нет одной стороны. Подожди, подожди, подожди. Может быть, Envy играл с Ехомами слишком много. И 34 игры алхимики сделали свое дело. Вполне возможно. Вполне возможно. Кринопей не работает, нужна замена. Знаешь, если бы мы сидели сейчас в Москве, мы могли бы сказать, ну ребят, ну 4 утра нас поплавило. Извините, нас нифига не поплавило. Нам реально смешно, что вы хотите кунка в бане. Кунка в бане. Не, правильно, правильно. Я считаю, что лучший, наверное, вообще суппорт под шедоу демона, это, естественно, кунка. И опять с той же луной кунка сочетается почти идеально. Потому что корабль плывет, корабль бафает твою луну, ее очень тяжело убить. И луна, как правило, накручивает очень сильно. Да, согласен. Тут хороший банк. Джаггернаута забанили сразу же в Аг-Юнити. Да, как мы с тобой и говорили, что Джаггернаут это очень хороший герой против Дрорейнджера. И почему-то многие команды не пикают его. Почему-то. Почему-то забыли. Забыли. Но это же, как всегда, кто-то вспомнит. Один раз. Да, очень там в салат вынесет эту дробку. И все сразу вспомнят, что к чему и как. Ну, я думаю, то, что Винкс Гейминг пока отчаиваться особо не надо. Все, что им надо сейчас сделать, это найти какого-то героя, который способен быстро сократить дистанцию. И добраться до Дрорейнджера. И пока это будет Сэн Кинг. Ну да, тот самый герой, который, в общем-то, всю... Вот сейчас Фейзбян покажет, как надо играть на этого героя. Да, то есть весь день, по-моему, Сэн Кинг с этой задачей прекрасно справлялся, если была Дрорейнджер. И в Аг-Юнити нужен инициатор. Потому что Элдер Титан, конечно, здорово, приятно и хорошо. Но обычно он хорошо себя показывает только тогда, когда какой-то герой синициировал. В этот момент он уже закидывает свою борозду и ведет иллюзию. Вот тогда Элдер Титан раскрывает все свои сплы. Ну что ж, ждем, чем будет отвечать ВГ-Юнити. Опять-таки своего стандартного Элдер Тайта на не взяли. Дрорейнджер добавляет Дрорейнджер. Не стали Уинкса давать. Уинкс таки доказали, что они умеют выигрывать с Дрорейнджера. Бэтрайдер? Зачем Бэтрайдер? Ни в пике, ни в бане. Бэтрайдер прыгает и кого-то везет. Много кто в своем компендиуме написали, что Бэтрайдер это будет самый пикабельный герой Мажора. Я так не считаю. Я считаю, что Бэтрайдер будет маленький. Я считаю, что Угармак будет самый-самый-самый. Да, Угармак. А слишком простой. Я поставил на Джаггернау. То есть для Бэтрайдера нужно слишком много сделать условий, чтобы он реально смог ворваться, вытащить, чтобы там еще какой-то Оракл, допустим, кинул свой ультимейт и не спас. Ну или там какая-нибудь Вингада, кто угодно. А Угармак, что ему надо? Ему ничего не надо. Он просто поясил свой баф и он уже побеждает. Да, он идет лицом и танкует. Ну да, это действительно крутой герой. Это однозначно один из лучших героев в доте сейчас. И, конечно же, после Бостон Мейджора в глобальном патче его порежут. Да. Так же, как и Шедоу Демона, так же, как и Луну и Дроу Рейнджер. Но сейчас мы видим, о, а вот он тот самый герой, который будет сокращать дистанцию. Это Ice Ice. Это Слардар четвертой позиции. Да, работает он, по-моему, нормально. Он в первую очередь будет врываться вперед для того, чтобы показать, кто же находится сзади у ВГ Юнити. Он будет, естественно, торговать своей физиономией. Если у него, конечно, пойдут дела плохо, то его сможет подсовет Шедоу Демон. А в это время Сенкинг с Луной врываются. И у Винкс Гейминг очень хороший пик. ВГ Юнити, в свою очередь, отвечает паком и хотят попробовать сделать немножко похожий пик, о котором недавно их убили Винкс Гейминг. Это Дазл, Пагдру, Рейнджер, Миран и еще плюс один суппорт. Честно, мне совершенно не нравится пик команды ВГ Юнити. Ну, мне частично тоже не нравится то, что у них сейчас небольшая слабость с суппортами. То есть, конечно, питаю я небольшие оптимистические нотки в сторону пака, но вообще я не очень люблю пака против рейнджовых дамагеров, потому что против милишников это работает. На милишников ты ворвался, на милишников ты поставил Дримкойл и начинаешь бить. А Луна, поставил ты на нее Дримкойл, не поставил, она все равно стоит и из этого Дримкойла бьет. Так что... Да, согласен, это не самый лучший вариант. Пак немножко слабенько выглядит. Инвокер в бане, они хотят играть. Да, забанили инвокера. Ну, просто всегда хороший герой, если человек умеет на нем играть. Почти в большинстве ситуаций работает. Я вообще фанат инвокера. Ну, по крайней мере, считаю, что если он доходит до 25 уровня и имеет чистотов, то он творит просто невероятные вещи, которые страшно вообще на экране показывать. Тот же Миракл это уже не раз доказывал. Ну, есть некоторые игроки, которые действительно играют на инвокере так, что хочется смотреть. Да, да, да. То, что они исполняют, это реально вот нужно смотреть в мульках SC, кстати. SCC, который играл. Да, SCC, да. Вот он реально на этом герое творил чудеса. Ну, и баны. Баны для VEGA Unity сейчас говорят о том, что самое время убирать того, кто, опять же, способен добираться до Ranger. И с большой вероятностью это какой-то мидер. То есть это может быть какая-то темпларочка с блинком. Это может быть какая-то Мирана в очередной раз для Wings Gaming. То есть это может быть вообще кто угодно. И я думаю... Мирана, кстати, идеальный вариант. Ну, вот они с тобой согласны. Да, то, что Мирана вообще была лучшая идея, поскольку как бы инициация есть. Нужно просто немножечко усилить прокаст, и Мирана, в общем-то, все это делала. Очень сложно сейчас выбирать мидера, потому что ты выбираешь мидера до того, как его выбирает соперник. Если Пак, это не герой в мид. Ну, что-то мобильное надо взять. А вот что такого мобильного может зайти? Ну, какой-то ОД, в принципе, чисто теоретически может ворваться. Потому что, во-первых, он убивает иллюзии с одного удара, это раз. А, во-вторых, он может каким-то образом, ну, подсевить. То есть какие-то плюсочки у него тоже имеются. Конечно же, могут его сразу попробовать откодрить каким-то Никс Ассасином, но как-то не очень вписывается Никс Ассасин в общую картину Wings. Так что вот ОД, по идее, мог бы попробовать ворваться. Или Снайпер. Ну, хорошо, это другой дамагер. Почему бы и нет? Снайпер. Две булки. Снайпер и Дорейджер. Во все это будет въезжать Слардар. С очень быстрым блинком. С Санкингом. У меня неприятные новости для тех, кто поставил свои рарочки на ВГ Юнити. Или это уже нельзя делать? Не знаю, идеально вообще смотрелся бы Сларк, но, увы, Сларк не пойдет в мид. Сларк должен стоять на легкой, поэтому что-то нужно... Тимбларка, не знаю, Тимбларка, по-моему, идеальна. Алхимик. Ну, будем считать, что тоже зайдет. Алхимик имеет большой мувемент спид. Спид, да, алхимик. Его тяжело будет убить Снайперу. То есть, видите, на линии он свое заработает. Он будет обузить Рошана под тучкой. И он также хорошо сочетается с Шадо Демоном. Пик, по-моему, Винкс почти идеален. То есть, у него реально нету минусов. Их единственный минус это то, что у них может быть слабая трепла. Может быть, из-за того, что суппорт Слардар. Но если они хорошо эту треплу отстоят, то... А если в Аг-Юнити пойдут треплой на треплу к ним? Могут посражаться. Почему бы и нет? Ну, попробовать могут хотя бы. Мне кажется, просто вариантов тут как бы немного. И если что-то делать, то надо, наверное, все-таки идти треплой и пытаться как-то вот победить. Да, просто как бы я, в принципе, не представляю, как пак вот в этой игре будет стоять против Луны, Шадо Демона и Слардар. Я не представляю. Он выходит, получает дезерапшн, стан и все. И он отъехал. А в лес он уйти не может. Чего не скажешь, а там же Санкинги. Да, согласен. Ну что ж, поехали смотреть вторая карта. Возможно, последний, возьмем последнюю карту, но это точно последний матч группы А. Параллельно НП играет против Ньюби. В нашем основном канале, смотрите, это обязательно здесь. Вот Ик снова прилетел на Даззле, на нижнюю линию. Сразу же ставит варды на будущий Девард. Пока ничего не нашел. Аг-Джит все-таки будет фармить на Дру Рейнджер в легкой. Ну, давайте быстренько пролетимся по героям. Ну, хотя давайте после смока вот этого пролетимся по героям. Да, пока мы видим то, что... Вдруг что-то получится. Блинк на алхимики. Вай за шаду демона. Айсайз лардер. Шаду луна. И фейсбьян санкинг. Да, это команда Уинкс. Но он забегает сейчас сюда. Они там вот вард тыкнут. Тыкают свой вард. Убивают любого. Дезрапшн и стан. Любой герой падает. Первый идет Вай. Испалились. Да, да, да. Классно, кстати, поставили варды-то. Да. И это 100 голды потенциально. Да, действительно. Это очень-очень хорошо. Мы видим еще один вард где-то был тыкнут. Я по звуку услышал. Ага, вот-вот. Вот он. Вот это. А зачем здесь вард на первой... Ну, для того, чтобы алхимика где-то здесь ловить, когда он будет ходить или что? Нет. Алхимик же зато командирает. Не ясно. Я не понимаю, зачем вард. И пак в лес не уйдет. То есть, как бы, ты толком-то особо ничего не увидишь? Непонятно. Ну, здесь понятно. Заблочили, здесь разблочат. А вот интересно. По-моему, это трипла вард. Это реально Винкс Гейминг себя верит настолько, что они готовы воевать. Ладно, это не отменяет вопроса. Зачем вы здесь вард? Да. Загадка. Ну, это интересно. Ну, это интересно. Теперь вопрос в том, спалят ли в ЭГ Юнити сразу эту триплу. Потому что если они нападут неожиданно, если первое, что увидит на своем лице в ЭГ Юнити, это Дизрапшн Шадо Демна, то герой упадет. И вот сейчас можно попробовать пойти поймать на варде. Варк съели. При этом видит Слардера. Сейчас уже знает о том, что Винкс пришли в харду. И Элдер Титана нужно срочно идти вниз. Вот прямо сейчас. Потому что, ну, проигрывается линия. Вот прямо сейчас она проигрывается. Да, надо активно действовать сейчас Винкс. Пошел Вай вместе с Айсайсом. Ну, и снова ЭГ тут будут страдать. Будут... Ой-ой-ой. Я думал прямо сейчас. Ну, то есть вот если не придет Элдер Титан, вот эти два героя, они все время будут стоять вот так вот под вышкой. И они ничего не смогут сделать. И потом, когда уже Элдер Титан придет, потом уже будет поздно. То есть реально Элдер Титан сверху не нужен. Я считаю, что ему нужно срочно двигаться в эту сторону. Ну, на топе действительно мало с него пользы. Мы видим здесь Кангару. Он стоит против Фейсбьяна. Ну, и вот бежит Элдер Титан. Человек там уже битый. Человек через МИД, скорее всего, пойдет. Не понятно, зачем он бежит. Мне кто-то есть. Он может прилететь. Его подхилит Даззл. Он как-то будет стоять. А он вместо этого сейчас, видимо, будет стараться выходить на Алхимика. Но вот незадача. Алхимика-то... Ты особо не убьешь Элдер Титаном. Ты можешь кинуть свою иллюзию. И все. Тебе нужен второй левел. Ну да, снайпера дэмэджа нет. Снайпер по ДСП. Мы видим сейчас тут, боже, как она получает здесь снайпер. Очень близко было. Ну, снайпер-снайпер наглеет. Снайпер очень наглеет, потому что понимает, что возможно выйдет. Нет, тут СТП просто прилетел. Потерял много времени охотиться. Очень много времени потерял. Дровка убила одного крипа. Луна убила 7, добила 5. Как бы им сейчас это не аукнулось. Левел решает. Ну, теперь вот интересный замес. Теперь самое главное, чтобы в Эггените дрались в крипах, как это делали. Винкс в прошлом матче. И за счет этих крипов им нужно как-то линию выигрывать. Но пошла битва суппортов. Винкс могут побегать по лесу. И скорее всего они сильнее суппортов матча. Ой, уай получает скайграунда. Еще одна тычка. Уай до конца. Уай и скайграунда. Красиво. Очень красиво было сверно. Думаю, вот сюда это там походил, чтобы не дай бог не дострелил до него дрова рейнджер. Вот, если линия пропущена, то я думаю, что Shadow Demon, что Слада, они могут постоять на месте. Допустим, за луной. И просто ждать, пока пройдут сами в Эггените. Да, ты знаешь, все пока очень печально. Элдертинан отдается нейтралам. Вахрипа уайсайс. Вахрипа, да. И поехал, кататься, собственно. Где-то вот здесь он может постоянно колесить. Не давать Аджджиту вообще ничего делать. Ну и у этой дрова рейнджера огромная проблема. По-моему, суппорты первого уровня, если я не ошибаюсь. То есть как бы есть дазл, он бегает первого уровня, особо ничего не сделает. И то же самое касается Элдертитана. Чего не скажешь о Винкс, у которых Shadow Demon уже второй. Тот же Сладдар, он уже второй. И как бы суппорты вторых левелов делают, ну, почти в два раза больше пользы по нюкам, чем суппорты первых. В Эггените в Эстралии. Неприятности в самом начале. Мы видим, Афу ничего не может сделать. Он прилетел в мид. Опять-таки не дают ему даже второй левел нигде взять. Гоняет его Вай. Вай еще и смок купил, уже готовы куда-то побежать. Здесь Сладдар еще и ворует крипов, на которых попытки были сделать пул. Ну, правда, пул сделали. Ну и вот саппорты хоть здесь получают как-то экспириенс. Хоть как-то линию пропушили, хоть как-то дали возможность дровки убить двух крипов. Не весело пока. Да, у нее всего лишь 60 дэмэджа. У нее сапплок в инвентаре. У Луны, так понимаю, очень скоро появится какой-то ПТ, или там что-то еще на себе принесет. И у нее дэмэджа уже 70 с лишним. Да, ну вот несет себе Стик и в Рейсбанд. В Рейсбанд хочется купить себе. Ну, неплохо, неплохо. Опять-таки неплохо. И действительно, Шэдоу может стоять себе без проблем. 17-13! Шикарный просто Крикстат. Да-да-да. И вот пока Шэдоу демона нет. Можно попробовать как-то напасть. Можно попробовать хотя бы размять Луну. Ну, потому что Луна находится одна. Ну, и тот же Сладдер с завидной регулярностью получает по лицу. Да, смотрим в мид. Здесь нано 24 на 7 имеет на снайпере. Он немножко впереди по сравнению с Алхимиком, которого 20 на 2. Алхимика в двоечку. Гривилс Грид. Алхимик свое будет зарабатывать. Пятый левел. Есть проект 3 качанный. Неприятно здесь будет стоять. Ой, в инвизии еще и айсайз. И не видели эту руну. Они не знают о ней. Ну, пока мы видим, не особо старается. Ну, я смотрел Луну, она добивает крипов по КД. 20-16. Так, поймали у нас их снова. Тот же Шэдоу демон. Есть израпшин. Ну, и Шэдоу тут успеет дать. В любом случае, свой бим, ну, можно и... Ну, Элдер Титана нет, поэтому никак они даже не могут помочь друг другу. Вообще никак. Ферсблат. Легчайший ФБ. Абсолютно легчайший ФБ. Действительно, неожиданностью стало вот этот реплав сложной. И не понимает, погодите, что с этим делать. Да, ну, если они уже не могут сражаться, они, в принципе, уже не могут сражаться, потому что слишком хорошо раскачалась луна, и абсолютно ничего нет у Дро Рейнджера, они могут просто уйти наверх. А к ними пойдут? Не, они к ним поют. Ну, так ты хотя бы бегаешь, и так ты хоть что-то там делаешь, потому что в данном случае, в данном случае это уже совсем катастрофа. Ну, Шэдоу пытается расследовать Аджит, но опять-таки 62 дэмэджа. Он не боится особо Шэдоу, там, тем не менее, снайперки, слышу какие-то ульты, валит по алхимику. Вот алхимик говорит, хорошо, не вопрос. Скоро у меня будет армлет, скоро у меня будет шестой левел, и расстреливай меня. Сколько влезет? Снайпер на целый уровень, кстати, обгоняет алхимика. И, кстати, алхимик бегал в лица, и снайпер за это время нафармил довольно много. Да, ну, снайпер хороший герой. Ну, в принципе, он один-на-один очень силен за счет того, что Шрапнель наносит очень много дэмэджа в начале игры, и помимо этого у него еще ауру дрорейнджа, так что ему, в общем-то, ну, позволено выигрывать мид. С другой стороны, как бы, вот весь этот выигрыш мид останавливается на том, что алхимик идет на руну, берет одну баунти, и все. Как бы там снайпер хорошо не добивал крипов, но алхимик его превосходит. Ну что, миди, снайпер, уже можно и тавр понемножечку напрягать, прекрасно он это понимает, в мид выдвигается. Я думаю, что Y вместе с глинком пойдут, но в итоге мы видим, что нет, не до конца они побежали. Ну и остановили давление на триплу ребята из Wings, у луны 4-й лев, ей нужна помощь. А тем временем Фейсбьян выносит аркан тапки на Сен-Кинге, и есть уже шестой левел. Он убивает любого. Подкоп, ultimate. Да, никуда не уйдет. Ну так вот, Фейсбьян, первый выход, и сразу успешный. Очень хороший фраг, очень хорошо все сделано. Ему можно не останавливаться, он может дальше идти, он может дальше убивать за комбинацию Disruption плюс Stun, и учитывая то, что у него есть монотапки, он будет эту комбинацию проворачивать снова, снова и снова. Да, да. И ну тут видели, что сюда бежит Сен-Кинг, прекрасно все понимают ребята из Малайзии, могут постараться придумать, ну Элдер Титан, левел 2, Виндлей Титан. Снимая минута, да, он толком в игре вообще не сделал ничего. Только побежал наверх, посмотрел там на Сен-Кинга, постоял с ним 2 минуты, в то время как Луна набирала преимущество снизу, а потом пришел, когда уже было слишком поздно. Да, Луна ушла на топ фармить, там ей никто в этом не мешает, тут стоит у нас на перетяжке Айсайз на случай, если вдруг кто-то сюда приедет стоять против Луны. Ну вот Пака, кажется, сложно будет убить. Могут развести, могут развести Пака на арбу. Вот развели его на арбу и теперь можно убивать. Поехал, Станчик закинул, Луна начинает работать, еще один бим, тычки работают и Пака умирает красиво. Как же он хороший. Элементарно, как хороший Айсайз, который бы здесь стоял и ждал. Сколько он там стоял? Там стоял, наверное, минуты 2. У нас сегодня совет дня, проверяйте леса дайровские. Там всегда кто-то есть. Ну что, скин с тем временем проблем у Фейсбиана, и должен погибать Фейсбиан, надо выкапываться, но тычка последняя долетает. Фейсбиан слишком загулял, подставился под Стан Элдора Титана и был за это наказан. Нельзя так наглеить. Ну вот глоток свежего воздуха для Вега Юнити, сейчас их наконец-то отпустили. Луна убежала на легкую линию, хотя я уверен, что она могла и дальше продолжать давить Дроу Рейнджер. И раз уж никого нет, то а что бы не попушить вышечку под Аурой? Вышечка падает. Да, понемножку тавер падает, сложно что-либо сделать, хотя есть АП, пак, уже Фейсбиан выкапывается, но он сайленсер, ультимейт на него, Фейсбиан, у него нет песка, и он здесь погибает. Фейсбиан и Сан Кинг это классика. Фейсбиан, вот мы говорили, ты говорили во время первой игры, что его очень любят наши аналитики, потому что этот парень умеет играть как шикарные игрок, так и вот такие. И заливать вот игры. Вот что вот сейчас было? Не знаю. Хотя бы на заднюю вышку прилетел, на вторую, и потом бы подошел, у него там прилетел. Или он думал, что они все убегут, или я не знаю, что он думал. Ну да ладно. В итоге минус вторая вышка, то есть я вот теперь приблизительно понимаю, как выгоните, обыграли Винкс две игры. Да, да, точно так же это было, Винкс выигрывали первую карту, а потом две проиграли. И тут опять ТП идет, на этот раз у нас от Алхимика, и пошел Айсайз. Есть у нас есть Роапшен, есть Айсид Спрей, Нана пытается убежать, Нана в Сайленсе, Алхимик ничего не может сделать. Свардар заезжает тоже в Сайленс, дает стан, Нана разорвала его. Есть ли по всей толпе, но будет пытаться еще догонять. ФСБН должен копнуть Кангару, Кангару, но ФСБН опаздывает немножечко, и в итоге, я думаю, больше никого не догонит. Хотя в Дров Рейнджер можно по Тавр ехать, я думаю, без проблем. Или не пойдут. Там можно, можно, Алхимиком, почему бы и нет, бежать до конца, я бы не боялся. Да, на позиции, если что, своей иллюзией поможет ошибка от Вега Юнити, потому что ушла она от Тавра, иллюзия пошла. Но, увы, иллюзия не успевает догнать Алхимика и Славдара. Да, станчик в Дров Рейнджер, и она очень быстро склеит свои ласты. Главное, еще с этого постараться зацепить, нет, на этого уже забили просто. Блин, что ж они из подушки-то убежали, могли бы там в лесок зайти и подбиваться. Да, да, еще бы прилетел какой-то там еще один герой. Снайпер какой-нибудь прилетел, какая-нибудь иллюзия, 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 иллюзия пошла. Ну, ладно, ладно. Мы захотели. Оп, минус. Кангару, у Тиммейт пытается... Ну, это совсем ФСБН, пощади нас. Что ты делаешь? Я не знаю, я не знаю, что с ним не так. Я просто не знаю. Сейчас стики будут. Бьет с руки. Скоро будет шифт. Шифт нужно развести с ладора на стан. С ладору нужно, по идее, две тычки, чтобы убить пака. Вот они стики. Продолжает бить. Ай, как хорошо сыграл Айсайз. Да, Айсайз действительно здесь передумал. Ему нужно в Сент-Кинге играть. Да, ФСБН в первой игре у нас был MVP, и он просто на фоне слайда, знаешь, к нему вся команда подошла. Типа, братан, ты молодец. Он такой, да я... А теперь Сент-Кингом мне. Сейчас я покажу. Сейчас я развалю, да. И что-то на Сент-Кинге пока три смерти имеется. Все три. Это единственные три смерти у команды Уинкст. Ну, да ладно. Все равно есть Лунаши, даудем нам думает ФСБН. Все будет хорошо. Назло Вилату делает. Пилатом советовал ФСБН всем брать в фэнтези. Ну, подожди, ты говорил, что учитываются две игры из трех. То есть, если он в одной игре реально налажает, то это не будет считаться. Да, ну, если он налажает, а не выиграет, она все равно будет считаться, как бы. Ну что, Нана, снизу есть у него мы видим пока только Огрклаб. То есть, надо еще немножечко пофармить до Драгонлендса. И уже с помощью дровки, ее ауры, которые есть уже в Драгонлендс, можно будет устраивать вот этот вот расстрел вышек людей и так далее. А Алхимик, надо глянуть на Алхимика. Три, сто и Армлет, ну, все понятно. Надо уже начинать в Эггивинте как-то поддавливать, потому что, если они сейчас будут играть в игру фарма, то Алхимик эту игру выиграет вообще при любых. У Алхимика монеточка в четверочку, у Алхимика есть Армлет, у Алхимика, в принципе, никого нет в его лесу. Там даже не стоят ворды. И он просто больше нафармит. Надо... Ну, нашли здесь снайпера, они куда его, конечно же, не отпустят. Это минус. Ну, кстати, смотри, они не так плохие в Эггивинте. Они, в общем-то, согласны с нами, что им реально нужно идти. И вот они идут. Правда, находят они не Алхимика, а Фейсбьяна. Ну, этого можно. Так, скан дали. Не видит Фейсбьяна. Да ладно. Фейсбьян не наступает в скан. Фейсбьян. Они его не видят. Вот они поняли, 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 поняли. Вот он. Ничего они еще не поняли. Они его не видят, не видят. Ай, Фейсбьян! 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 Бежать, копаться! Сайленс потратили. Сайленс потратили, братан, давай. Они его не видят, не видят, не видят. Сейчас увидели. Стана, нет, Стана, но дремкой потратили. Ты паут успеет! Да ладно! Ладно, эх, я уже болею за Фейсбьяна. Я тоже. Четвертая смерть Фейсбьяна. Space Created. Space Created. Вопросов нет, конечно. По стопам Алексея Березина. По стопам Алексея Березина. 0.13, но выиграть. Но он реально крут. За такие игры нужно медаль давать. Там он как бы сыграл 0.13, но, не знаю, я за него болел, как будто он сделал 13-0. Это действительно, чуть ли не каждая смерть. Возможно, там одна-две были лишними, но там абсолютно каждая смерть. Она была со смыслом. С умом, да, с умом. Ну, в это время, естественно, забирает Рошана, потому что очень далеко находились в ВГ Юнити. И не успевают они сюда подойти. Иллюзия пошла, но, опять же, успевает Винкс выбраться из ущелья. Так, проблемы. Ну, не совсем проблемы. Не та цель. Его просто не убить. Ну, а вот Свардар может заехать и сделать очень больно. С Свардару можно хорошо поработать. А, нет, тиммейта у Снайкера и ничего. Снайперу Шрапной. Да, по-моему, не та цель вообще лучше, конечно, им вообще не будет. Ой, Шэдоу в лесах, в лесах, в лесах. Луна, пацаны, в лесах. Крипы. Крипы бегут. Да, ну, Шэдоу прекрасно понимает, что надо уйти. Шэдоу, Шэдоу, больно Шэдоу. Свардар просто вздыхает. И Кангару пытается жить. Кангару. Его засейвили. Фейтс Бьян ворвался. Тут же Сайленс. Вайт с руки набаливает. У Алхимика закончился ультимейт. Боже, какая-то совершенно рандомная драка. Забирает. Что они делают? Луну забирает. Остается один Алхимик. Алхимик успевает выкинуть там снайпера, но очень скоро он появится. Фейт. Фейт на позиции. У Фейта, по-моему, что-то должно быть. Что-то должно быть у Фейта. И ему нужно бежать. Он делает вид, что не знает блинка. И убегает. Какой провал. Какой провал. Что они делают? Фейт Рекап. Вот Фейт Рекап ты сейчас увидишь, ты будешь сняться. Это какая-то... Луна, вот она все это время бегала, искала момент, чтобы дать ультимейт. В итоге она его так и не дала. Ну не дала ультимейт. Она нанесла, например, бьем 400 демеджа. Сакин кого-то опять отдал свой ультимейт, так и не понял, в кого он его отдал. То есть он нанес сколько там? 200 демеджа. Да, 340. Ну где-то в кого-то дал. Ну, черт побери, Винкс, как бы они сейчас дарят надежду. Ну да, у вас алхимик, просто доформите радианс, купите травела и еще парочку артефактов. Зачем прям вот так вот сломя голову бежать, когда у вас Саэгисом? Вот просто... Да. Я вообще не понимаю, что происходило. Когда у вас Санкинг не готов, у него тупо нет блинка, он не может ворваться. Когда у вас луна падает за проказ, ну просто она умерла от спилов, она даже успела подойти. Ой-ой-ой, Кангару, сейчас будем что-то придумать. Давай. Давай, Кангару. Кангару. Скоро блинк, он тоже не хочет. Фейт Биана ликой. Он тоже не хочет. Так, так, здесь тем временем Шэдоу, спалили его, ну и ловят у нас Фейт Биана. Красавчик. Бомб. Как же ему сейчас повезло. И пак, пак. Трим Койл. Давай. Ну Трим Койл. Ну же. Валидол гейминг. Чего он ждал? Сразу выдал. А вдруг там будет Думис? Да, вдруг там песок какой-то еще. Ну, допустим. Некоторые берут, кстати. Леденечку. Да, это правильно. Это правильно, реально, таргет себя сбрасывать, это очень крутая штука. Очередной раз умерла с Фейт Биан, 2-5. Один у него. До блинка ему еще очень-очень далеко. И в Эгг Юнити почти отыгрались. Ну да. Ну так вот. Ну есть Радианс. Появляется Радианс у Алхимика, но сейчас в Эгг Юнити могут давить. Сейчас в Эгг Юнити, в принципе, ну, имеет все необходимые для себя артефакты и могут забирать вышечки. И на месте Винкс самое время Алхимика отправлять во вражеский лес, чтобы он там фармил, потому что там обычно никого не ищут. Там забытое место. Так, ну что ж. Фейт Биан. Давай, Фейт Биан. Побежал. Ему нужен фарм. Было бы здорово, чтобы кто-то ему оставил линию, потому что листа фармить это хорошо, но на линии он все получит намного быстрее. Нужно, как вот сегодня Лил и Соло, где Соло фармил себе Аганим, ему вся команда оставляла линии, ему вся команда оставляла леса, в итоге он фармил себе этот Аганим Блинк и выиграл игру отличными ультимейтами. Вот то же самое нужно сделать и здесь. Нападает Фейт Биан. Вот так вот раскликался. Все, понял, как ультимейт работает. Я просто даже никого не видел рядом. Вот он бегал, не понял, что это было. Ну ладно. Ему можно, как бы у него одна игра в запасе. Он что, рофлит что-нибудь? Бывает. Ну ты реально, ну блин, ну как так? Не, возможно, кто-то шел на варде. Возможно, кто-то шел на варде. На топе убили луну, ажжиты. Может быть, кто-то шел на луне, но сейчас они врываются. Алхимик, хорошо, копнули стан по Акпу и просто шрафбели, стайпер всех. Нет, нормально, сбили таргет. Ой, какая борозда пошла. Нужно срочно убегать. Остается один Алхимик, и его очень хорошо катит. Отлично вырывается Айс Айс, но Алхимик один без поддержки. Та же лопается. Остается Дазл, за ним, естественно, бежать не надо. И делают минус 4 в Эгг Юнити. Браво в Эгг Юнити. Ну хотя, в принципе, Винксы, я не знаю, они сами в очередной раз пошли и ненужную драку сами себе навязали. Нет ультимейта Санкинга, зачем идти? Это такой сильный ультимейт. Мы сегодня видели, как Виртуса, как огня боялись команды, когда у них не было блинка. У них не было блинка на Санкинге, они отдавали все, что можно было дать. Тавра, крипов, нейтралов, кого угодно. Но как только блинк появлялся, все менялось. Каждая драка менялась, и Виртуса переворачивали. Ты знаешь, все же мне кажется, Винкс Рофлер. Ну, серьезно. Не, ну может быть, да. То есть, этого нельзя исключать. То есть, сейчас они реально похожи на топ-рофлеров этого матча. Они не хотят там потренироваться, погнать беса. Какая разница? Они хотят попасть одновременно и в хайлайт, и в фейлы. Да, ну то есть, тут какая ситуация. Займешь ты второе, либо третье место в группе, это не важно. Ну, реально это не важно. То есть, это не сделает это разницы какой-то. Ну, попадешь ты на второе или третье место в другой группе, где-то так живут. Вот слушай, кстати, если бы выходили люди в плей-оффы, какие-то места сразу бы тебе гарантировали, допустим, место в плей-оффе, все-таки Винеров, место, допустим, в следующем браунде. Если бы была какая-то разница. Это реально было бы круто. А так, как бы, ну... Ну, окей. Я еще соглашусь, что первое место тоже имеет смысл. То есть, да. Потому что команды, которые прям совсем проигрывают, там LGD Forever Young, там, ну, реально слабые. Ну, я считаю, что главное не занимать четвертой. Вот это самое главное, чтобы ты не попал на Virtus.pro, EG и кого-то еще. Да, а второе и третье, это вот, вот второе и третье, вот 8 этих команд, это будут все абсолютно равные команды. И там пофиг на кого попадать, на второе или на третье. То есть, эта игра, она, в принципе, не имеет большого смысла, как бы это ни хотелось тем, кто придумал этот формат. Но, может быть, поэтому Wings и играет себе вот в такие покатушки. А, набрали героев, ай, давай побегаем. А, как говорят, давайте сбивать с толку соперников. Почему бы и нет, там, возьмем, наберем, не знаю, мы, у нас 7 игр сегодня, мы во всех 7 брали разных мидеров, например. Как обычно. И разных оффлейнеров. То есть, у них сегодня была Pugna, Kentower, Betrider, Nyx, Bloodseeker, Paxan, King. Нормально. Ну, то есть, они, вот реально, по сегодняшней игре команда Wings взять 7 разных оффлейнеров, 7 разных мидеров, 7 разных суппортов четвертой позиции. Потому что был Шейкер, Чен, Эрспирит, Мирана, Коттл, Виспи, Слардар. И только один Шэдоу Демон у них повторился сегодня два раза. Все. Только Шэдоу Демон играет у них. И вот потом мне расскажите, что они... Он, кстати, капитан Шэдоу Демон. Да, он капитан, он просто не смог придумать героя седьмого на суппорте пятой позиции. Ну, так уж вышло. Всех остальных уже перебрали. Там был Варлок, Дизраптор, Оракл, Огрмаг, Даззл. Всех перебрали. Пришлось кого-то повторять. Ну, они уже команда, которая пикнула реально всех героев. И этот патч... Ну, и попробуй к ним подготовиться. Этот патч опять бесподобен, да. Вот смотри, следующий раз когда будет спрашивать, а сколько в Доте героев пикается? Много. И Винк скажет, мы всех берем. Да, они реально все берут. Они просто берут всех. Вау. А тут Вирту Саугромага пятую катку подряд заканчивают. И ты им ничего не сделаешь. Ты им банишь Огрмага, они Шэдоу Демона берут. Ты банишь Огрмага, опять Огрмага берут. Там еще Лайфстиллер есть. Банишь Огрмага, они берут... Все, я по-моему... Новый патч нужен. Новый патч нужен. Против Бирту Саугромага, ты забанишь Огрмага на Огрмага, и все, и они проиграют. Кстати, было видно, что когда реально этих двух героев забанили, уже какие-то изменения пошли в игре Вирту Саугромага. Они сами даже начали пикать по-другому. Они там ВД уже пошли в питье. Другие интересные персонажи. Так, тем временем, пак врывается, Шэдоу, Шэдоу будет очень сложно. Здесь поиск. Санкинк, давай, твой шанс. Ты знаешь. Сиди. Сиди. Беги. Стараться отсюда как-то уйти. У него ТП есть. Он протыкает внимание. Сиди. Сиди, не двигайся. И не дыши. Бам, бам. Батя в здании. Ой, черт побери. Что же они там... Я не понимаю, что они там хотят сделать. Так, миди, а сейчас пытаются убить. Но это реально смешно наблюдать. Но это веселый матч. То есть команда Уинкс... У Энди пять конкурентов. Да. Целая команда Уинкс. Которая прям очень хочет эту игру проиграть. Но у них есть алхимик. Не, ну алхимик есть. Но пока такие дела, что одному ему реально очень тяжело втащить. Да, вот он реально ему одному тяжело втащить. То есть он как бы фармит. Он старается. Он делает очень много для своей команды. И в принципе он занимает первое место. Но там уже расфармирована дровка. Слушай, а он для этого пацана может Аганин купить? Не, может, естественно. Да, он может и Санкингу купить Аганин. Ой, ворвались. Поймали. Ах, фу. Тут же отбегает Айсайз. Тут очень больно ему. Нападают, нападают, забирают Слардера. Санкинг стоит в позиции. Очень тяжело заходить в Агюнити. Поэтому, ну, возможно, стоит подождать Аиги, чтобы можно было побаковать. И в принципе... Чего страшного? С кем не бывает? Все допускают ошибки. Я же не говорю, что что-то страшное, но нормальное, все хорошо. Это просто весело. Ну, реально. Нет, я согласен. Нет, ну в этой игре это реально ропа угода. Если посмотреть... Просто веселая игра. Мне интересно, ну, надо драться. Фейсбьян вот сейчас копнет, смотри. Сульты отзалетели. Он сейчас снайпер с ультимейтом. Он если копнет, он умрет. Ему нужно с ульты залетать. Ему нужно пойти, отхилиться. Флазочку себе принести хотя бы, если не хочет уходить с передовой. Захилиться и прыгать с ульты. Нет, хилиться никто не будет. Вот теперь можно по измену. Пошел. Да, появляется вне время Харрингтен Пайку с Найпером. Все хорошо. Алхимик выходит в Манта Стайл. Скоро у него этот самый Манта Стайл появится. Алхимик тащит пацанов. Алхимик понимает, что надо хоть что-то делать. Все остальные прям проваливают игру. Шэдоу. 2-3-3, пока у него стата. Шэдоу не может нафармить нужных артефактов пока. Ну, блинк есть у ФСБ Яна, это уже хорошо. Теперь главное попадать под копами. 2-7. 2-7, да. Было 2-0. Он номер столько же, ну почти столько же раз, сколько и вся его команда. Харрингт Пайку с Дрорейнджер. Еул появляется у Пака и Манта Стайл у нас улхимиков. В итоге у нас Харрингт Пайка одна, Харрингт Пайк вторая. И Пак с Еулом с блинком. Очень мобильная команда, очень сложно будет в драках Уинкс. Классный выбор артефактов, особенно против Луны и особенно против того же Алхимика. То есть, с одной стороны, ты можешь его отталкивать от себя, чтобы он тебя не мог бить. А с другой стороны, ты можешь спасать от Эклипса Луны и фокусить будет тяжко. Да. Ну вот уже заиграли как-то они послаженнее, начинают они бегать вместе. Стараются сделать какие-то командные мувы, но вот есть одно но. Они двигаются немножечко не в ту сторону. Им нужно идти не в Свойле, чтобы там убивать варды, а им нужно готовиться к драке на Рошане. Потому что только на Рошане они способны перевернуть игру. У них Санкинг и Луна. Вот так вот заходит Дровка, так заходит Снайпер, вот сюда прыгает Санкинг в четырех. И Эклипс. Все, минус все. Да, это понятно. Уинкс, я думаю, прекрасно знает, что они еще эту игру далеко не выиграли. Опять-таки, когда ты играешь против Алхимика, каждая секунда твоего промедления. Это факт у соперника. Мы видим, что график просто падает, когда ничего не делают в AG Unity. Но рано или поздно они так же понимают, что перестанет промахиваться под копами Фейсбьян и будет неприятно. Рано или поздно Луне дадут ультимейт. Да, рано или поздно Луна. Она говорит, бах мне в какую-то точку, и там Снайпер отвалится сразу. Мы видели, что у Снайпера ХП не так много. Есть ТП, есть второе. Будет пытаться Фейсбьян, врывается Фейсбьян. Ну, так себе. Ну, нанес где-то 200 дэмэджа. Айсайз тут погибает. Фейсбьян копнул двоих. Хорошо, астан по двоим. Ну, и вот великолепный врыв. Вот великолепно. Вот он Фейсбьян начал попадать. Еще раз, еще раз. Ну, Шидоу Деван рядом, он спрячет. Шидоу Деван должен спрятать. Хотя Снайпер рядом, Снайпер рядом. Есть ультимейт. Пошел Монтасайл, но надо уйти. Надо уйти. Два рейнджевика, все нормально. Забрали одного. О, забрали Эггиз Кангару. Прыгнул Кангару. Сайлент сдает. Забирает у нас одного героя. Тут пытается выбить Блинка. Фейсбьян уже рядом. Фейсбьян не знает, кого копать в первую очередь. Копает Пака. Но не получается у него это сделать. Спрятался в песок. Пытается уйти. Но, конечно же, его здесь расстреляет Ашджи. Да, так оно и есть. Минус четыре в очередной раз. Немножко сдержались. Немножко. Я думаю, нужно было уходить пораньше. Да, могли. Ну, то есть вы либо идите, добиваете дро рейнджера второй раз и просто убиваете ее сразу, либо сразу бегите, потому что убегать от Пака с Блинком, убегать от двух кэри на Хьюрикен Пайках очень сложно. Да, но это нереально просто. Ну да, то есть вас просто не отпустят. Но, с другой стороны, Айгиз выбили. Айгиз выбили, как мы видим, у Алхимика, Плэнтворсу все, опять же, более-менее хорошо. С Ларда продолжает покупать варды. Айлдор Титан в этот момент покупает гем. И, в принципе, обе команды сейчас будут заниматься тем, что начнут вырубать варды. Вырубать вардики. Потому что варду, кстати, вот если посмотреть, их почти нет. Есть как бы у Винк в своем лесу парочка. Есть еще снизу, там очень много сентрей, но им нужны варды во вражеский лес. Тут луна одна. В очередной раз ее находит Кангаро. Но БКБ нет, и, кстати, может ее убивать. Уже едет. Ну, ни в коем случае не отпустят. Уже едет снайпер, есть ульта. Нужно просто сбить ТП и подождать. Если дадут Эклипс, Shift и до свидания, Shadow. Да, расстрелят просто. Вообще без шансов. И он прекрасно понимал, что он ничего тут не мог сделать даже. Слишком далеко забежал. В Гьюнити должны выиграть эту игру. Не, ну это по-любому должны выиграть эту игру. То есть, как бы мы видим, что очень хорошо все для них. Все замечательно. В коем случае нельзя сейчас ее проводить. Там, не знаю, Санкинг бегает. Все бегают, видят, а он один тащит. Так. Тот самый случай, когда у Альхимика на Творца почти столько же, сколько у всей твоей команды. Обидно. Да. Тащи. Но толку никакого. Толку никакого. Тащи, блинк. Блинк должен просто действительно за всех сейчас потеть. Как говорили наши аналитики, по-моему, у него самый низкий РНМ, если не ошибаюсь. Вот у Альхимика. Или так, да. Ну, то есть у Блинка, по-моему, самый низкий РНМ. Этого я не знаю. Так, ну что. Убивает вардики. На базе? Да, убивает вардики. Подходит бить вышечку. Луны все еще нет, но она очень скоро появится. Заставляет Альхимика вернуться на базу, чтобы как минимум он не фармил. И потихонечку черепашьим шагом вышку расстрелируют. Долго, блин, они будут расстреливать ее. Хватает фактически маски. Ну, мне кажется, что выгоните стоило сейчас попробовать. Хотя с другой стороны, в принципе, можно еще поформить. У Пака 3000 скоро что-то появится. У Пака, у Дроу Рейнджер 2000. Есть Мурбит масочка. У Снайпера. Бабочку можно взять. Бабочку БКВ. Да, и Снайперу что-то тоже дотарить. Как-то деньги потратить, и потом уже, наверное, заходить стоит. Сейчас все-таки немножечко может быть рановато. Опять-таки можно подставить. Мы видели, что ХП мало. Мы видели, что если Снкинг до дробки все-таки достает под копом, то неприятно, особенно, под минус арморами. Да, вот она, БКВ-чика первая есть на Снайпере. Ну, и вот Докторин тоже есть. ХП покупай, Докторин, довольно-таки дефолтная сборка. И прикинь, какой же алхимик был имбовый, когда у него эти иллюзии получали золото. Спасивки. Какой же он тогда оказывается был имбовый? Ну, нормальный был герой Франкл. Мэйджер хайпили. Ну, потому что это нечестно. Нечестно. Это было нечестно, в принципе. И это понимали все. Вот опять сейчас далековато. По-моему, Блинк побежал от команды подальше. И снизу уже организовывают ему встречу. Ну, вот теперь немножечко сложнее будет в игре-нибудь отпушить свои линии, потому что алхимик, он имеет шесть слотов. Ну, точнее, шестой слот у него очень скоро появится. И есть Shadow Demon, который эти иллюзии будет рассылать по всей карте. Вот сейчас какой-то глоток свежего воздуха Винк сделают. Сейчас уже налаживается игра. Да, Блинк продолжает фармить. Сейчас ему можно собирать себе еще чего-то. Опять-таки, Пурманшилд надо поменять. Наверное, на какой-то артефакт, какую-то кирасу условную. Ну, и после этого можно, например, Сентингу подарить на Ганим. Он ему очень сильно поможет. Я бы на его месте БКБ бы собрал. Потому что здесь, если на тебе не будет БКБ, тебя замедляет Шрапнель, тебя замедляет Дроу Рейнджер, тебя Дримкой ловит Пак. И тут столько замедлений, что алхимик просто в драке не сможет двигаться. А с БКБ-чика просто нажал и поехал. Снайпера. Смотрим. Найти Слардара. Могут даже прямо сейчас увидеть. Слардар. И уедет. Уедет. С Блинка приехал. Но поймали через ультимейт. Да. И сейчас тут погибает. Луна. Бим один на нам. Получает Луна. Кстати, там в ЛМДискорд она умрет, может быть. Там Сукивик ворвался с ультимейтом куда-то. На Элдер Титан все еще живет. Успевает уйти. Да, уходит в это время, нападает на Алхимику. Алхимика нет БКБ. И его замедляют, его расстреливают. И никуда он отсюда не может деться. Остается один Санкинг. Да, это Гудгейм. Остается один Санкинг. Санкинг также старается спастись. Но Пак догоняет его, поднимает Вулл. И в это время накрывает его Саленсом. Вот и все. Трипл килл нано. 24-9. Наверное, это было лишнее идти драться, когда уже Слардер отдал сам себя. Потом еще Санкинг отдал свой ультимейт Вуллдер Титана, который как бы на самом деле суппорт и не самый главный цель для того, чтобы его убивали. И в это время... Ну, делать байбэк у нас, конечно, Алхимик будет пытаться не дефить. Денег хватает, можно сделать байбэк. Ну, вот как дефить? Как вот дефиться от этого? Ну, как бы да, Тучка, она уже не особо спасает такой ситуации. Тучка, вот она вроде бы и есть, но демиджа мало. Слиткинга нет, нельзя. Вот иллюзии, Shadow Demo, кстати, хорошо иллюзиями отбиваются. Вот иллюзии. МКБ нужно, МКБ нужно Снайперу и ProRanger. Убивать иллюзии, поскольку радианс дает слишком много миссов. Ну, пока еще отдепились, Винкс, но... Не, ну, шансы есть, вообще шансы есть. То есть, когда-нибудь они все сделают по-человечески. Когда-нибудь Луна нажмет Эклипс в этой игре и забежит Султан, начнет убивать. Когда-нибудь там иллюзии, когда-нибудь иллюзии, с Луны мы увидим, ну, вот именно с Луны, чтобы они шли там и кого-то раздамаживали. И Физуал Блэйд появляется, тем временем, и мудроу Рейнджер. Снимать минус армор, при этом замедлять того же Алхимика. В общем-то, ну, такой более-менее хороший архивак. Ну, если чего использовать, да, действительно. В Сардар абсолютно ничего нет, не получается у Айсайса. Понятное дело, расстреливает его, 1100 хп. Талончик бы ему, раз уж так все тяжело, хотя бы там... Ну, Форстав надо дофармить. Да, талон-талон бы не помешал, но уже, наверное, поздновато. Ну, да, я к тому, что вообще, вот, если с упор четвертой позиции, талончик помогает. Талончик облегчает жизнь. Ну, с другой стороны, смотрю, вот он фармит, он особо не боится, он как-то потихонечку поднимается, и в это время уже в Эг-Юнити выдвинулись на центр. Уже Пак бегает в Инвизии, ищет людей. Я, насколько я помню, все еще имеется Гемлэлдер Титана, поэтому в Эг-Юнити, точнее Винкс, особо не могут поставить варды. Да. И решили пойти сами в атаку. Родианс отключил, химики побежали. Побежали, кого-то постараются. Блэйтмел, или Кирасу. Ну, или Кирасу, да. Блинка нету, Ай-Цайса есть, надо постараться поймать сейчас со смока. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, это бывает. Как же ему... Но поймали, поймали. Все равно у нас поэзбиану это хорошо сыграл. Да, это было действительно круто. Поэзбиану, молодец. Я думаю, в его случае нужно было сразу дружать Дримкоил. Сразу. Типа, вот тут же... А не помогло бы, наверное. Ну, хотя, может быть, помогло бы. Ну, как не помогло? Он кидает Орву, он поднимает сам себя вул. А, ЛГУ уже еще есть, да? Да, и быстренько на арт-билл бегает. Потом, блин. Ну, вот хорошая вылазка сейчас от Уинкс. Подсобрались, решили, что, блин, ребят, мы сейчас можем опять проиграть в ВГ Юнити. Будет неприятно дважды за день в ВГ Юнити. Отвоевывают баунти руны, что самое главное, потому что алхимик вот он такой бежит, бежит, бежит. Сейчас 700 голды. О, 650. Оп, плюс 696. 696. Как будто килл сделал. Да, некий раз, а на подходе. Можно еще поформить немножко Эншитов. Весной стак чуть-чуть повыше. И будет уже Кираска. А там, тем временем, еще одна вылазка. Уинкс взялись за дело. Уинкс надоело, дают скан, никого не нашли. Ну, можно Эншитов на корняк поформить, но очень хочется кого-то все-таки убить. Но никого не найдут. Никого не найдут. Хотя бы варды поставят. И могут подождать. Там ТП только-только сделал на нижнюю линию у нас снайпер. Можно луной толкнуть линию сверху. В это время постоять на варде и подождать. Может быть, пойдет Элдер Титан убивать. Это дело все иллюзии. А в это время Алхимик толкнет вниз. То есть, ну, можно просто подождать. Но решили не ждать. Решили просто убежать в свои леса и дальше фармить. 20 секунд до появления Рошана. Рошана могут быть одни и другие. Очень быстро забирают. И одни и другие быстро забирают. Моментально вообще, да. Поэтому лучше прямо сейчас на него топать и караулить. Но для Уинкс это будет выгодно, если туда пойдут вага Юнити. И там будет драка. Мы знаем, что в Рошпите ультимейт Сен Кинга и ультимейт Луны. Прям то, что надо. По-моему, Смог летит сейчас в Шадоу Демон. Покажи, покажи, покажи. Шадоу Демон, Шадоу Демон, Шадоу Демон. То есть, если они будут стоять, то в это время, допустим, алхимик отсылает иллюзии вниз, алхимик отсылает иллюзии наверх, и они у него кулданцы чуть быстрее за счет Акторина. Плюс Шадоу Демон. Он тоже отсылает иллюзии. Поэтому как-то вот в ЭГ Юнити надо чуть порешительно действовать. Да, вообще сложно. Стоять на месте нет смысла. Да, конечно, это не нага, но все равно это неприятно. Мы видим, вот они иллюзии луны, иллюзии алхимика. И это все пушит линию. Это все может и лес фармить, и так далее, и так далее, и так далее. Да, и нужно кому-то уже идти отпушивать все это дело. Пока не идут. Ну вот туда бегут иллюзии дроврейнджа. То есть, какая-то война иллюзии, алхимик еще 800 голды. Неплохо сыграно. И опять иллюзии в лес. И иллюзии в лесу на этот раз находят снайпера. Вторая иллюзия просто побежала на разведочку. Выгодно, Уинкс, чтобы в Рош Питт зашли в ЭГ Юнити. Очень выгодно. Ой, алхимик далековато зашел. Алхимик будут ли пытаться его ловить? Есть ГАЗ, алхимику, больно. Алхимик, алхимику очень неприятно. Есть просто Свардар, куда ж ты ворвался? Айсайз! Ну и Айсайз погибает здесь. Ну и сам удачный играй Айсайз. Много ошибок. Убегать, убегать. Могут, в общем-то, попробовать и без Айсайз разобраться. Могут, Свардар не столь важен. Да, могут, действительно. Если пойдут в ЭГ Юнити с расчетом, что там нет Свардара, то это будет ошибкой. Потому что Свардар не такой ужин. Баунтеруна. Да ладно, Баунтер разбил. Нормально. Алхимик понял, главное не отдать сопернику. Не себе разобьем. 26 секунд до появления Айсайза. И мы видим, медленно пока бьют. Очень медленно. Выпускаем Кракена. ФСБАН, давай. Релизы Кракен. Ну сейчас, сейчас, иллюзии еще погорят немножечко. С 20 секунд новой иллюзии. Полетела торнадо, туда баши проходят. Ну и есть Вижен, есть понимание, что происходит. Ой-ой-ой-ой, как хорошо ФСБАН обрывается. По-двоими на нас затолкали его на хайграунд, и он там застрял. Он там застрял на хайграунде и улетает отсюда ФСБАН. Пытается Кангару его убить. Появляется уже Свардар. Рошан жив. ФСБАН. ФСБАН. Хорошо. Подходит Айсайз. Подходит Айсайз. Нет ультимейта Санкинга, но при этом есть все остальное. Очень рискованно ВГ заходить. Вырываются на Пака. Пак у нас пока еще живет. Побежали. Иллюзии Луны, иллюзии Алхимика. И нужно срочно с ними расправиться. Не так-то просто. Смотри, как они горят. И ФСБАН там тем временем копнул Ахфу. И надо Ахфу отсюда убегать. Потому что могут быть у него проблемы. Пятый, как из Шитфорстафа, улетает. Ажжит сделал викидсит, убил Вайсайза. Он слишком далеко туда забежал. И сейчас будет совершена какая-то рандомная драка. Мы видим, Нана в БКП пытается убить Блинга. Пошел ультимейт от Луны. Блинг по-прежнему жив спрятал его. Вай пытается убежать отсюда, спрятавшись сам. Правильно, ребята из команды ВГ Юнити умерли. Ну и Блинг пытается драться с Нана до конца. И, кстати, Нана, скорее всего, здесь закайтит. Это Алхимика закайтил. У него 60 хп осталось. Два в два. И ПАК где-то проседает. ПАК где-то проседает очень сильно. ФСБЯН. ФСБЯН. ФСБЯН в Сайленсе. ФСБЯН. И погибает ФСБЯН от ПАКа. Хотя ФСБЯН все-таки погиб. Да. Шэдоу здесь же, но ничем помочь не может. Да ладно, фу, куда ты пошел? Куда ты пошел? Ты сейчас от Бима одного умрешь. Опасная. Опасная драка была. Минус 3. Да, минус 3 от ВГ Юнити на минус 2 от Уинкса. Ну, плюс для Уинкс по деньгам. И есть вот такая мысль, ну, слишком рискует. Хотя, если Слардер подойдет, то они этого Рошана от всех быстро. Слардер уже бежит. Слардер уже готовится вешать минус армор. Луна сбивает Линкенсферу. Пошла иллюзия Элдер Титана. И находит Луну. Успеют забрать Рошана и Аегис. Они берут. Теперь главное убежать. Ой-ой-ой. Все этого не дотолкало. Луна, забери что Аегис. Лол. Ай-яй-яй. Так, а второй раз она сможет уйти? У нее кулдаун. Нет. У нее кулдаун. Может Шаду Демон может как-то стараться запрятать? Давай. Давай. Оп. Ну и что? Как это поможет? Бай-бай к зелу. Убей их всех. Нет. Он погиб. Это такой рофл. Нападает на Шаду Демона. Шаду Демон также здесь погибает. И нету теперь Луны Слардера. Вообще нету троих. Слишком хорошо в Аегинюнити среагировали. Они не побоялись за эти Рошана. За что им отдельный респект и уважуха. Да они заходили не в Рошана. Это просто не день Айс Айса. Вот именно вот эта игра. Это можно сказать не день Бэкхэма, а есть не день Айс Айса. Это печально. Это не его день. Это просто печально. Это не его игра. Да, это не его игра сегодня. И на третий карте надо будет собираться 31-13. Панетворс у него там, вон там. Посмотрите, у него слишком. Ну да, Панетворса чуть-чуть у него не пошло. Так, ну что, есть минус Т3. Пока еще, кстати, нет иллюзии, алхимика. Работают. За всю защиту, да. Работают. Ну и наконец-то бараки в миде голые. Бараки снизу голые. Два супер рейнджовых дамагера. И Луны не будет еще 15 секунд. И она очень не хочет выкупаться. Прям очень не хочет выкупаться. У нее... А у Луны, кстати, сыр там был, но она его не скушила, потому что понимала, что все равно, скорее всего, умрет. Стартар. Ворвался в их. Где Сент Кинг? Где Сент Кинг? Где Сент Кинг? Все же стоят в стане. Сент Кинг. Они ждут Луну. Они не хотят врываться, пока не будет Луны. Снайпер опрокли. Снайпер забирает один барак. Есть. Есть Гли. Грей, извините. И БКБ покупает Луна. Сент Кинг копает, но немножко ошибается. Получает Саленс и тут же умирает. Не могут Венингс продолжать свою атаку и также погибают слезо этим Айсайз. Отлично кайтит Алхимику Луну. Они просто не могут подойти. Замечательный Дрим Койл от Пака. И начинают бить. Неплохо, кстати, так врывается Сент Кинг. Копает 2Х, забирает Снайпера Пака и Дазлом. Нужно срочно убегать Дров Рейнджер. И на байбэк Сент Кинге развели. Молодцы. Сент Кинге развели на байбэк, но троих героев потеряли. Правда, забрали барак ребята из ВГ Юнити, что, конечно, круто, а фу здесь остался. Фатрика, смотри, как хорошо. Хорошо зашла Луна с Эклипса. Довольно-таки неплохо расстроился Сент Кинг. Молодцы. Но этот потратил байбэк, но это не важно. Вот так бы всю игру ему врываться, и вот он реально может перевернуть замес. То есть это реально первый качественный рыв в толпу. Да, согласен. Молодец, продолжай. Бейбьян проснулся все-таки. Есть первый Аганим для Сент Кингали или для Луны. Луна. Луна имба Саганима. Аганим просто имбан на Луне. Да, Аганим на Луне действительно с 16 левелом это ужас какой-то. Его не очень хочется собирать им на Луне, потому что не самые лучшие статы. 18 бимов. Я, Димон, комментировал игру. В любую точку, в любую точку. Я комментировал игру, когда у Луны был Аганим Рефрешер. Это было невероятно весело. Я видел замес. Это было очень круто. Это вот эта фигня, она тупо не заканчивалась. Драка шла 40 секунд и все это время просто валили бимы с неба. Там просто хавайтесь в жид. Ну, потому что там ничего не сделаешь. Ты что бы там ни делал, ты просто умираешь. Луна, кстати, вышла на топ-2 Нетворса сразу. Оп! Опа! И Wings проигрывает 5 тысяч всего. И по XP мы им даже ниже 10 тысяч. Но вот мы понимаем, что XP это штука такая, которая имеет, собственно, свое окончание. И поэтому рано или поздно догоняют, собственно, команды друг друга. Первые намеки на то, чтобы вот ребята контрить Radiance. Будем пробивать миссы и снайпер уже покупает себе Monkey King Bar. У него довольно-таки много дэмэджа. Кстати, как посмотреть, 300 с лишним. Да, снайпер хорош. Да. Вот этому бы парню купить ГОС. БКБ какой-нибудь еще. ГОС, БКБ. Ну, кому? Просто всю игру в Сайленс ловят и умирают. Ну, да. Опять сложно-таки. Понятное дело, 2.9. Он свою работу делает. Сыр по прыжкам, кстати, у Шедова есть. Ты знаешь, мне кажется, после прошлого захода у Wings появилось намного больше шансов. Как-то у Луны денег слишком много. Ну, а Аганим же ей подарили. Не, потому что у нее еще в кармане очень много денег. У нее было 4 тысячи, и она купила. О! Есть план, как разбираться с иллюзиями. Только нужно купить еще... Еще, наверное, надо будет немножечко пожить, товарища Ашджиту. 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 Хороший никнейм. Сатаник. О-о-о-о. Вот это вот серьезное заявление. 3 тысячи хп. Да, на нас они становятся сразу живучие. И есть сыр. Ой, Смоук. И не знали об этом Смоук. И сейчас ребята, они видят только Алхимика. И они пойдут убивать Алхимика. И Смоук разревелили, разревелили. Айс, айс, айс. Айс, извините, они Айс, айс. Так, Пак. Отлично по всем ультимейт. Шэдо включает БКБ. И никто сюда не пойдет. Никто сюда не пойдет. Потому что будет ультимейт. Ультимейт пошел. Ультимейт пошел. Ой-ой-ой, пацаны. Что происходит? Все бежать. Шэдоу кушает сыр. Остается в живых. Шэдоу просто сам принимает драку. Здесь Шэдоу спрятали его. Отлично. Таргет спал. Ну и теперь Нана. Надо прогонять отсюда. Нана. Залетел разлом. Пака убили. Пак сделал байбэк. Он возвращается. Их снова здесь может умереть от Влинка. Их снова выхиливается. На нее просто забили. Уайт там жив. И начинает кайтить по драке своего соперника. Убили у нас Нана. Убили Ажжита. И ты знаешь, по-моему, Уинкс выигрывает эту драку без каких-либо шансов. Минус три. Байбэк от Пака. Просто одно слово. Луна и Аганим. Как же хорошо он зашел в этом замесе. Это просто жесть какая-то. Пять тысяч дэмэджа. Он просто один погнал и дров рейнджер, и снайпер, и дазла. Он просто всех прогнал в одиночку. Они включают БКП. У снайпера нет байбэка. Это рофл. Это рофл. Ну и вот Луна. Сейчас еще иллюзии Луны. Побежали иллюзии. Они снесут все три стороны сейчас. Ну, скорее всего, придется дать бой. Нельзя подойти. То есть вот они стоят, начинают бить глэйвами. Глэйвы все это делают, естественно, убивают. Какие бы там иллюзии не подходили, и нереально драться. Вот слипы 30 секунд. Надо тянуть. Там, тем временем, крипы тоже Т4 бьют. То есть... Айсай, слети. Что они делают? Они играют на Верочку, Виталий. На Верочку. У них алхимик. У них будет пять Аганимов. Каждый герой с Аганимом. Ух, как раздомаривается. Я хочу еще, чтобы вот этот братан получил Аганим, а Фейсбьян заслужил. И Шадоу Демон. Шадоу Демон Москва. Он сделает иллюзию. Шадоу Демон сейчас сам сбил. И забьет Дроу Рейнджер Тос. И она никуда не уйдет. Ты действительно просто в Дроу Рейнджер бросаешь Пуржик и делаешь с ней иллюзии, и они ее расстреливают. Все? Да. Это элементарно. Ватсон. И то же самое делаешь со Снайпером. У тебя же три заряда. Никто не уйдет. Никто не уйдет, да. Да, ну вот они, Уинкс, чемпионы Интернешнл. Действительно, заложники в живых не берут. И просто убивают. И проблемы. Проблемы у команды ВГ Юнити. Очень много денег они потратили. Мама дорогая, не показывать этот график детям. Хорошо, что ночь сейчас в Москве, и никто не смотрит это. Ну и по экспириенсу тоже вышли вперед. Уинкс. Ласт Ченс команды ВГ Юнити? Или еще не все потеряно? Но Винкс точно не спустится. Зачем спускаться, если иллюзии из-за тебя делают все работы? Спустится только в Смоуке. Да. Но Смоука нет. Гост появился у Сункинга. Сункинга почти. А Сливард? Разбили. Хорошо. Мишен комплект. Здесь 3200. У Шедова можно купить. Скади. Статы. Да, наверное, все-таки Скади. Просто статы. Ну, наверное. Да, да, да. Но больше хп, 3200. Будет 4 с копейками. И через атаку можно будет просто-напросто выигрывать. Иллюзии будут по 4000 хп. Попробуй их убей. Бабочку все равно нет смысла брать. Там уже есть МКБ у снайпера. И, в общем-то, в будущем может появиться Удор Рейнджер. Если она захочет все это дело себе купить. И Винкс начинает играть в ту самую доту с иллюзиями, где очень тяжело кого-то загангать. Как бы в ВГ Юнити не старались. Поскольку на этой стадии игры иллюзии решают. В ВГ Юнити надо было заканчивать игру, когда они здесь резвились на базе. Ну или просто играть немножечко поувереннее. В ВГ Юнити сейчас, ну мало того, что им очень тяжело расправляться с иллюзиями, так помимо всего этого эти иллюзии еще могут поскаутить местность. Эти иллюзии могут дать разведку, помимо того, что они отпушивают линию. И Винкс теперь осталось просто идти и обузить шаду демона с луной. Ну сейчас оно так и будет. Шаду демон, луна, алхимик, вечные иллюзии и Т3 не адепить. Ну единственная надежда размен, тоже штука веселая. Ну могут попробовать, кстати, демон же у них прилично, как вариант. Ну вот, толпа иллюзии уже миксит вниз, понеслась. Да, ну а снайпер ничего на топе не может сделать с паком, вынуждены они сюда улетать, алхимик тоже сюда прилетит, ну и вот действительно понеслась. Ну вот пока по боевым дискордам как-то что-то... А, молнии есть, это хорошо. Да, ну первая... От команды. Первый намек. Ну, уже нормально, уже нормально, да, малыш трома хватает. Теперь, как только пойдут иллюзии, нужно сразу замедлять их стрелами, нужно сразу управлять иллюзии Элдер Титана, и тогда может быть демэдж по вышкам существенно снизится. Вот снайпер работает, оп-оп-оп, минус иллюзия. Могут дефить? Могут. Да, алхимик тем временем продолжает фармить, 3000 у него. Не всем раздал аганимы, он в этой игре как папочка. Да, еще муншард может скушать. Он в этой игре как папочка, который просто, вот у него есть 4 дочки, и каждый нужен аганим, он. А ты что хочешь, цветочек аленький? А ты что, а я аганим похочу, принеси? Купи мне аганим, пожалуйста, так же веселее. Да, вот он, второй аганим появляется, полетел он к Сен Кингу, насколько я понимаю, я все-таки шеду демон. Я думаю, Сен Кингу. Пока он прилетел, выложил Лакторин, отдал Сен Кингу, да, действительно. Ну, против снайпера очень хорошо, станк из 400 и понеслась. Блин, форстап, станты, можешь достать просто из куда, из откуда угодно. Да, неприятная ситуация для малайзийского коллектива, для новичков, не то чтобы мейджера, а вообще такого лана. Ну, они вообще-то играют, ну, в принципе, на уровне. Они хорошо играют. Я вообще рад, что они, я вообще думал, что они отлетят за счетом 2-0, а тут они 1-2-3 даже и выиграли, так что сильные ребята. Да, они действительно неплохие, вот с третьего места они выйдут. Да, я уверен, команда со второго места, если проиграть здесь, то есть команда с других групп со второго места, которые на них попадут, будут, конечно, довольны, будут очень хотеть на них попасть, но это непростая команда. Продолжает как-то обусть иллюзии, по-прежнему алхимик работает, пусть даже снайпер эти иллюзии убивает хорошо, но, как мы видим, дэмэджа все равно немножечко не хватает, и вышечка потихонечку допадает. Возможно, в ВГ стоит как-то вот попробовать выйти из спины и убить первую череша до демона. Плюс, Винкс еще не до конца реализовывает вот свой пуш-потенциал. Но они пока закрывают их вот так вот. Они могут пускать иллюзии по данным направлениям, то есть, с одной стороны, допустим, пускает иллюзии алхимик, вот они идут, вышечку убьют, а с другой стороны, например, иллюзии луны идут, например, по верху или, может быть, где-то по центру. Да, это вариант. Можно и так. Действительно, лучше всего, конечно, сплитить... Появился Рошан. Все понятно. Лучше всего, конечно, сплитить низ и вверх. Так, в принципе, они не могут делать. Но сначала давайте заберем Рошана, отдадим Эггис, например. Айсайз. Айсайз. Он заслужил, я считаю. Думаешь, он столько раз прыгал? Я бы, сынки. Ну, или Фейт Бьяно. Фейт Бьяно? Фейт Бьяно, да. Наши полюдимся. Да, да. Он наш лучший друг. Все хорошее детям, так что... Рофлер года. Можно, да. Нес уже пилит свои видосы. Нес это любит, смотрит. На бедного парня. Кто его знает, может ему рассказывать. Может, расскажут. Ну, да, действительно. Сегодня у Айсайза и у Фейт Бьяно ошибок было, наверное, за эту карту больше, чем за весь прошлый Интернешнл. Ну, плюс один. Они прям сегодня дали жару. Ого-го. Айф Скади у Луны 3 600 здоровья. И Сатаник. Даже с иллюзиями справиться будет сейчас сложно. Алхимик 3 700. Мы видим бусты в тревел второго левела. Сейчас все купит и может купить Аганим для Шэдоу Демона, если не хочет денег на Бэбэк иметь. Ну, это, я думаю, потом. Главное, тревел автора в левела себе принести, что можно было на Санкингад и пешиться. Какой же молодец Блинк в этой команде. Молодец. Как же он потеет. Вот, если бы не он, я не знаю, они, по-моему, прииграли бы в минуте еще на 25-й, когда у них там веселуха пошла. Так он нафармил, так он всю свою команду одел, поэтому он еще очень мало умирал. По сравнению с некоторыми... 20 фэнтези АЧей заработал за эту карту уже Блинк, что очень много. Да. Полтора за киллы, за КПМ. Чудачка опять за Тавара. Ну, а вот Фейсбьян заработал аж 8. Ужас. 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 Худший показатель в игре. А он у меня в фэнтези. Ну, бывает. Ну, если вы... Ты сейчас хочешь, чтобы он проиграл. Оп, оп, да. Для меня выгодно, как для фальтезы команды, чтобы Фейсбьян и вы здесь проиграли. Так, пошел разлом. Фейсбьян сейчас просто взорвет его. Ну, и Фейсбьян выживает, кстати. 80 хп. Вот это чудо. Там Чиз ему дропнули, чтобы он его скушал. Вот он уже фуловый. И ждем дальше. Ну, вышку упал, а теперь будет проще заходить. Фейсбьян опять на нано. Пытается уйти. Тут же форстаф. Да, Тавар сейчас упадет. Тавар упал. Айсайз умер. Ну, Айсайз заехал. Грешит. Так, поймали. Шэдоу обхекст. Шэдоу, надо его как-то сейвить, пока Уай не спешит. Уай, Шэдоу, пошел ультимейт. Крипы, в принципе, не важно. Иллюзии тоже не важно. Нано проседает. Аж говорит, нет, 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 это вообще нормально? Вот это было прикольно. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Вот просто в Шэдоу в Грейм 8 бимов залетело и... Контра. Да, это контра. Контра, снайпера у нас отхиливается. Луна все еще готова. Надо уходить. Три минуты нет ультимейта. Да, снайпер и рейнджер готовы сражаться, как мы видим, довольно-таки большие сложности у Винкс с тем, чтобы зайти на базу, потому что в эго-юнити все равно умудряются отбиваться. Им не надо, им надо просто массово спамить иллюзии в барак и все. Расплититься, расплититься. Или расплититься, да. Вот когда идет иллюзия, там проходит иллюзия Элдер Титана, то... Можно я сейчас поищу тут, посмотрю сколько. Там получается в среднем, допустим, минус 25 армора у Луны. Минус 25 армора под иллюзии. Если же Титан будет вынужден рассредоточить свое внимание, то есть с одной стороны идут иллюзии и с другой, то тогда не получится вешать минус армор. И тогда уже с иллюзиями сложно стреляться. Либо с одной стороны, либо с другой. Плюс Дрорейнджер, она очень хорошо убивает иллюзии тогда, когда эти иллюзии идут вместе, рядышком, там с агонимчиком. Пил, 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 пил. Молния работает по всем и хорошо. Но если иллюзии пойдут по разным линиям, то тогда уже эффективность Дрорейнджер падает. Ну что, снайпер, тем не менее, со Скади мы видим тоже на Валере. Хороший выбор, очень хороший выбор. Да, хп хватает, все хорошо. Как же алхимику будет весело добираться? Да вообще, кому угодно весело будет добираться до снайпера. Добрался, он дает тебе пику и бьет. Хочешь убежать? Там Скади шрапнель. Хочешь подойти? Скади шрапнель. Снизу сейчас поймают, скорее всего, у нас Кангару, Фейсбьян. Нужно выбрать позицию и правильно его копнуть. Не знает куда именно, приблизительно догадывается, но уже поздно. Ну, опоздал чуть-чуть Фейсбьян. Как и всю игру он сегодня. 3-300. Хекс. Появился у него, Хекс, Хекс, Хекс. Хекс, это хорошо. Алхимик может купить еще один аганим Шадоу Демону. Шадоу Демону очень не хватает. Аганима у него 2600 денег. И аганим плюс что-то было бы очень даже неплохо. Ой, ой, я разревелил. Оуай и он АФК просто. Он просто АФК стоял. Но задачу свою выполнил. Он разревелил Смоук. Фейсбьян. Фейсбьян тоже АФК. Дримкоил. Ну, пожалуйста. Но он может выкопаться. Тут будет подсейв. Фейсбьян выкапывается. Ультимейт летит. Кангару. Фейсбьян. Как же больно. Увернуться, увернуться, копнуться и погибает. Ворвался. Блин. Вместе с Айсайзом. В Ашджита пытается его убить. Пошли иллюзии. Есть Грейб. Есть Манта Стайл. Кангару. Там гем валяется. Пытается иллюзией догореть. Он Ашджита догорел иллюзией. В Соло есть три байбэка. И они пошли выигрывать эту игру. Легчайший байк. В Соло 100 ревикс. Ну вот тут Шадоу забрал одного. Забирают снайпера. Забирает и Кангару скорее всего. Кангару не отпустит. Ну а Айсайз уже его находит. В итоге пак не уходит в ворву и понимает куда же он пошел. Ахимик старается его замедлить Шива и начинает раскачивать свой стан. Санкинг хочет сбить даггер санштормом и забирают пака. И сейчас в трон. 70 секунд без снайпера. Минус три байбэка. Ничего страшного, в трон. Не к тому, что как же они забайтили. Да, забайтили четко. Какой же байт это был. Забайтили четко. Дровка покупает БКБ. На нижнюю линию побежал Айсайз и Уайд. Но сейчас надо сплитить. Надо хоть что-то сделать. 50 секунд надо забрать минимум одну сторону. Скорее всего низ. Можно сразу же отправить луну наверх. Но пока мы видим, пока мы видим только на нижнюю линию забегает команда Уинкз. И Вега Юнити не знает, что им конкретно делать. Они понимают, что главное не остаться с мега-крипами здесь, потому что с мега-крипами ты не выиграешь. А на топ побежал Блинк. На топ побежал Блинк. Снайпера нет. И это беда. Прыгает Кангару. Хорошо. Отличная попытка. Здесь же Блинк. Блинк дает стан в аш-по. И проблема у Ашджита. Проблема у Ашджита. Спрятали его. Его не видно. Кангару поймали на стан. Кангару умрет. У него не будет байбэка. Он только что его делал. 120 секунд не будет к Кангару. Снайперу 15 секунд осталось. Снайперу осталось всего 15 секунд. Блинк. Надо в кого-то стан накрутить. Поисбьян. Боже, что ты делаешь вообще? Ну, поймали. Аш-поубили. Байбэк тут же. И последнюю сторону нести. Снайпер 5 секунд. Есть Глим. Все-таки дотерпели. Скорее всего отобьются сейчас в ВГ Юнити, потому что снайпер появится. Да, вот он снайпер появляется. И тут же наваливает. Тут же наваливает снайперу. По химику. По кому угодно. Но, правда, Т3 падает. Сенкин врывается. Сенкин копает. Хорошо. Дроу Рейнджер. Проблемы у нее. Проблемы также у Дазла. Просто выигрывает время для того, чтобы его Луна била. Баракин. Но Луна сейчас умрет. Да, Луна убирает. Отбились. Героическим образом задейфили Баракин в ВГ Юнити. Но Винкс могут продолжать идти. А, да, да. Винкс могут продолжать идти, потому что подставляются у нас в очередной раз снайпер. У снайпера проблема. Нужно убегать. Винкс Ларда дает станчик по двоим. Также получается Алис, но свою задачу он выполнил. И есть какое-то время для Луны. Она может убить Бараки, но вместо этого она пошла убивать Дроу Рейнджера. Снайпера не будет. Пака не будет. Снайпер, точнее, будет Дроу Рейнджера не будет. Но все-таки справились Винкс. Но что могу сказать? ФСБ нас порадовал. Винкс играет на расслабоне. Это мы можем сказать точно. Винкс не потеет. Винкс играют как хотят. Вот так руки у них. Левой ногой там. Да, да. Но они все равно выигрывают. И они заменяют второе место в группе А. Это единственное, что, наверное, можно добавить к концу этого матча. Да. Там Блинк. Царь, бог, легенда. Затащил. Всю команду затащил. Всю команду действительно затащил. Если бы он играл так, как они, бегал и умирал по ГД, он бы, скорее всего, проиграл эту игру. Да, согласен. Айсайз не его день. Айсайз не его день. Просто не его день. ШД отпотел как боженька. Это посмотрел. Он за игру эту по сравнению с Айсайзом, Фейтганом. Он умер вообще меньше всех. Да. И поэтому покупил огромное количество вардов. То есть сделал вообще все возможное, чтобы эту игру выиграть. Ну и Шадоу в решающий момент взял себя в руки и пошел по фармингу. Помог своему алхимику затащить вот Фейтгана и Айсайза, вытащить их за волосы просто с дна морского, скажем так. Ну, ВГ Юнити не разочаровали. Я, правда, не смотрел их первую серию против Уинкс, потому что мы комментировали и не было возможности. Посмотрел против DC. С DC у них были огромные проблемы. DC их убивали. Ну а вот с Уинкс было вот сейчас довольно неплохо. ВГ Юнити занимает третье место и в принципе в плей-офф я не скажу, что прям так все будет у них печально. Мне кажется, что есть у них кое-какие шансы и особо их там хоронить прямо сейчас, наверное, не стоит. Есть возможность и будут они бороться. Ну что, мы будем с Димой прощаться с вами до завтра. Мы услышимся завтра на матчах групп C и D. Первую игру, которую, если я не ошибаюсь, мы будем комментировать, это будет OG AG Vitality. О, это будет интересно. Да, параллельно на первом стриме будет Faceless против LG. Вот так. Вот как-то так. Да. Все. До свидания, господа. Спасибо. Пока. Спокойной ночи. В Москве сколько там? Скорое утро. Пол пятого уже. Идите спать. А вообще идите на первый стрим. Там еще игра идет. Все. До скорых встреч. Продолжение следует.